МОСКОВСКИЙ КИБЕРСПОРТ Я бы начать с короткого блока про вас лично и про вашу связь с шахматами. Мы вас довольно мало знаем. Расскажите, пожалуйста, в первую очередь, мы знаем про шахматные традиции в вашей семье, но расскажите нам, пожалуйста, именно про вашу связь с шахматами, когда у вас появился интерес, когда вы, может быть, начали играть, первые ходы, когда делали. Понятно, что шахматы у меня появились до рождения, поскольку мой отец уже с 60-х годов, пожалуй, стал сильно увлекаться не столько игрой, сколько организацией самых разных турниров. И работал арбитром на разных соревнованиях, начиная с Таганрога и дальше уже по всей стране, по всему Советскому Союзу и в нынешнем ближнем зарубежье, конечно, которое тогда было частью одной страны. Когда я родился, собственно, шахматы всегда были в доме. Я не помню точный момент, когда я начал играть. Скорее всего, это было года в четыре. Конечно, наверное, это было с отцом, я так думаю, по крайней мере. Хотя с дедушкой мы тоже много играли, поэтому не исключено, что мне в первые ходы дедушка показывал мамин папа. И я помню, например, что когда отца не был дома, иногда звонили на его коллеги и спрашивали результаты каких-то партий, каких-то турниров, поскольку я плохо разбирался в этой теме. Вернее, не спрашивали, наоборот, диктовали результаты партий отдельных турниров. И когда мне говорили, такой-то с таким-то сыграли в ничью, я спрашивал, с каким счетом. Сейчас, в общем-то, неудивительно, поскольку матчи играются в онлайне. Но тогда речь шла о конкретной одной партии, и я больше за футболом следил, а не за шахматной. Нет, это я хорошо понимаю. Дедушка тоже арбитр, вот один в один тоже кто как-то был. Сейчас было важно. Играть стал в пять, в шесть лет уже пошел в шахматную секцию в своем районе, в Гальяново. Занимался, начал постепенно играть в каких-то маленьких турнирах, разряды получать. Пятый, четвертый, третий, второй. В школьной команде играть и по переписке. Еще два или три года играл по переписке, упорно посылал открытки, выигрывал какие-то партии. Было интересно. Компьютеров не было, поэтому это было тогда популярно. Организации уже шахматной жизни, конечно, я увлекся больше в 2000-х годах, уже после возвращения с учебы из Америки. И тогда уже какие-то вещи начал делать именно по организации жизни. До этого самый мой верх шахматного творчества – это участие в командном первенстве МГУ по шахматам, где в последний момент какой-то игрок отказался от игры. Меня друзья позвали сыграть на последней доске команды экономического факультета. И, что удивительно, именно в этом году наша команда выиграла турнир после долгого господства Мехмата в соревнованиях МГУ. У нас, правда, на первой доске играл международный гроссмейстер, поэтому было чуть легче. Но я набрал всего минус один, то есть где-то было 3 из 7, насколько я помню. Не так плохо сыграл, в общем, не опозорил часть команды. А как часто вы сейчас играете? Я не знаю, сколько это правда, но ходит вот такая байка, что вы даже играли какие-то вот отборы в шахматы Фишера к этому чемпионату. Я просто пробовал играть не для того, чтобы отобраться, а чтобы понять, работает ли платформа, все ли удобно, все ли в порядке. Это была часть такой контрольной закупки, что называется. Я действительно сыграл один или два, один, по-моему, турнир в шахматы Фишера. Очко не добрал все равно в отборе. Ну, то есть там плюсы был, но недостаточно плюсы, чтобы пройти дальше. И в Checkmate Coronavirus, конечно, я тоже сыграл в одном турнире, чтобы посмотреть, как это все работает. А так играю почти каждый день, конечно. То на АлиЧест, то на Чест.коме, на каких-то других платформах просто для удовольствия расслабиться. С телефона, да? С телефона, с айпеда, да, конечно. Да, как правило, с машины, да, вот где-то там. Да, да. Плохо, что когда играешь совсем быстрее в шахматы, интернет не всегда работает, и иногда проигрываешь даже в хороших позициях. Да, это правда, да, конечно. Особенно туннель, если это у меня тоже знакомый. С другой стороны, иногда и выигрываешь в плохих позициях, когда у соперника случается то же самое. Ну, это не проблема, это закономерно. Вообще, да, играю в удовольствие так. В турнирах уже давно не играю. А любимая платформа у вас, так сказать, есть или так, вариативно? На АлиЧест покомфортнее с точки зрения дизайна. Но Чест.ком побольше игроков, больше выбор. Ну, больше сейчас в последнее время на АлиЧест играю, просто из-за дизайна. И в основном на айпеде, а с телефона больше Чест.ком. А почему, кстати, раз мы затронули вопрос от платформ, а почему Кубок Наций и вообще официальные турниры ФИД, они преимущественно проводятся на Чест Коми? То есть это каждый раз разовое мероприятие, или это какая-то там общая консульция? Ситуация следующая. Мы давно уже объявили, что несмотря даже на наличие у ФИДе формально своей площадки, ФИДе онлайн-арена, мы будем относиться ко всем площадкам одинаково. Для нас все площадки дорогие, важные и интересные. И, соответственно, решение о том, с кем дружить и с кем осуществлять партнерство в рамках конкретного турнира принимается перед каждым конкретным турниром, исходя из предложений, которые нам делаются. Есть перекос в сторону Чест.кома, связанный с тем, что они предлагают просто всегда максимально хорошие условия для ФИДе. И онлайн-нейшнс-капы, сейчас онлайн-шахты на Олимпиаде, а также женский турнир, в принципе, Чест Чемпионшип прошли именно на Чест.коме. Северная база посильнее, то есть возможность обслуживать максимально... Боим больше количества партий. Да, у Чест.кома все помощнее, хотя мы с ЛИЧЕС и с ЧЕС-24, а также с ПЛЕЙЧЕС, ЧЕСБСКОЙ платформы, находимся в постоянном диалоге, и один из турниров Мемориал Стедницы провели все-таки на ЧЕС-24. ЛИЧЕС был самым успешным в период Чекмейка Коронавируса, в период фестиваля, и там больше всего участников было среди всех платформ, и мы этим опытом довольны. Так что очень надеемся, что нам со всеми платформами удастся проводить турниры. С ПЛЕЙЧЕС мы, кстати, играли турниры среди инвалидов, игроков с ограниченными возможностями по здоровью, и надеюсь, что шахматная Олимпиада среди игроков с инвалидностью тоже пройдет на ПЛЕЙЧЕС, то есть здесь тоже есть кооперация. В дальнейшем будем объявлять конкурсы и выбирать платформу на этой основе. Фидеон Вайн Арена отдельный случай, она в принципе наша, хотя и принадлежит сейчас частному инвестору, тем не менее носит гордое имя Фиде. Да, это всегда было. Но мощности там пока недостаточно для проведения крупных соревнований. Поэтому пока просто им нечего предложить Фиде с точки зрения именно крупных, серьезных турниров. Ну то есть вот эта работа с Ческомом, ЛИЧЕСом и остальными, это такое временное решение? То есть вы хотите доработать эту аренду? Это не временное решение, это решение постоянное. Другое дело, что мы не хотим полностью зависеть от того, хочет или не хочет какая-то платформа проводить турнир. Если нам надо провести турнир, мы должны иметь такую возможность. Поэтому желательно иметь всегда резервную какую-то возможность. Но эта резервная возможность может быть основана на договорных обязательствах любой, в принципе, платформы. Если она еще и своя, ну это тоже неплохо, потому что тогда мы независимы от какого-либо субъективного решения другого человека или другого собственника. В общем, тема непростая. Повторяю, для нас нет самоцели тратить деньги на свою платформу. Точно нет. Но, с другой стороны, мы должны быть уверены, что если мы хотим провести турнир, мы его можем провести. Вот это главный принцип. С другой стороны, этот фид-онлайн-арен, она в каком-то странном состоянии застыла? То есть она как бы уже создана, с ней это логично что-то делать? Она создана. Или, то есть принято решение, с ней особо пока ничего не делается? Она создана. Она принадлежит частному инвестору. У нее есть права на проведение турниров, на некоторые другие вещи, на присвоение титулов, рейтингов. Мы с этим инвестором ведем активные переговоры относительно того, как жить дальше. Во что не вылез, я пока сказать не могу. Но мы не считаем, что эксклюзив здесь хорошая вещь. Мы считаем, что все-таки эксклюзива быть не должно, и все платформы должны иметь возможность проводить официальные турниры. А насколько платформы вообще открыты к переговорам? То есть, допустим, если завтра по каким-то причинам на Часкоме по какой-то причине страшной не получается провести Олимпиаду, в принципе, насколько велики шансы и насколько легко договориться? Все открыты, исключительно вопрос ресурсов. То есть, если мы сами сможем найти достаточный объем ресурсов для проведения турнира, можем это сделать на любой платформе, потому что это вопрос дальше найма людей, серверов и так далее. То есть, ЛИЧЕС просто имеет меньше таких возможностей. Им для проведения столь крупного турнира нужно тратить много своих денег, которых у них, как правило, недостаточно. Тогда нужно краудфандинг делать, набирать какие-то ресурсы. Они не коммерческая платформа, кооператив такой, по сути, шахматный. Поэтому исключительно вопрос денег. А турниры на Часкоме, условно, онлайн-олимпиады или Кубок наций, то есть, там, Часком тоже вкладывает какие-то цифры, они же тоже в этом... Да, именно так. Ну, и то есть, примерно, там, понятно, что это, ну, такие, вы не можете точные цифры назвать, но... Точно не можем, потому что они тратят свои ресурсы на многие вещи. Ну, скажем так, их вклад значим, да? Значим, очень значимый. Очень значимый, да. Но, тем не менее, мы тоже находим дополнительные ресурсы. К проведению шахматной онлайн-олимпиады мы привлекли двух основных спонсоров – компанию «Газпром» и Кантамансийский автономный округ «Югра» – наши традиционные партнеры. Но параллельно продолжаем переговоры с зарубежными компаниями, которые, возможно, будут подключаться или на поздних стадиях, ну, или уже на последующих турнирах, если не успеют, к онлайн-олимпиаде. Дело в том, что маркетинговые бюджеты сверстываются заранее, даже до начала каждого календарного года, и найти спонсора быстро на турнир, который объявляется за три недели до его начала – это вещь, конечно, тяжелая. А как вы оцениваете, если мы уже говорим тогда про тет-онлайн, а как вы оцениваете, в первую очередь, даже как пользователь просто античитинг на Чискоме? Да, это тема, которая является, пожалуй, главной для онлайн-соревнований, помимо ресурсов, денег, людей, серверов. Конечно, мы смотрим, как развивается технология античитинга на всех платформах и развиваем такие технологии и сами. У Фиде есть такие возможности благодаря Кену Торигану, пожалуй, лучшему эксперту в этой теме в мире сейчас. Это признает даже платформа, которая к нему обращается за советами, за консультациями. И он проверяет вручную, на основе своего алгоритма, эти партии. У каждой серьезной платформы есть свои алгоритмы, которые они не раскрывают, которые построены, как правило, на машинном обучении, то есть на зачатках искусственного интеллекта. Эти технологии позволяют достаточной степени уверенности с высокой вероятностью определять отклонение силы игры шахматистов конкретной партии от его стандартной силы, хотя не дают полную уверенность. То есть не могут являться, скажем так, стопроцентным доказательством в суде, например, если таковой будет. Тем не менее, игроки перед турнирами подписываются под определенные правила, что если машина это выявляет, что-то, то игроки, как правило, не могут возражать против дисквалификации на этом конкретном турнире. Не в целом. То есть это своего рода детектор лжи, да? Да, по сути, да. То есть не стопроцентная уверенность, но определенная вероятность. Но тем не менее, с учетом степени развития технологий, мы пока не готовы к смешиванию рейтингов, не готовы к смешиванию титулов и к тому, чтобы заменить оверсборд на онлайн, на живые шахматы на онлайн, но не готовы к тому, чтобы давать настоящее звание чемпиона мира или что-то подобное при игре в онлайне. То есть это все-таки специальные титулы, специальные рейтинги, специальные чемпионские звания. Я не исключаю, что в какой-то момент технологии будут лучше, вероятность повысится, добавится видеоаналитика. Которая позволит дополнительно выявлять какие-то риски, какие-то вещи. Способов читерства тоже прибавится справедливости ради. Да, да. Мы знаем, что уже применялось такое автоматизированное читерство, когда, по сути, уже не игрок смотрел на подсказку и делал ход, а когда машина уже сама делала ход за игрока, особенно в буллете. И в том числе на начальном этапе это приводило к тому, что фигура всегда ставилась на центр клетки, и, соответственно, это стало легко выявлять. Сразу появился метод борьбы. Тогда программа стала ставить фигуру на случайное метод клетки. Соответственно, способ выявления... Добавило немножко уличного, да, такого стиля. Да. Поэтому все время происходит борьба, мошенничество с выявлением. Но все-таки объективно с точки зрения большинства, мне кажется, подавляющего профессионалов, на счет коми объективно на данный момент все-таки ситуация. Саховая. То есть, они там каждую неделю проходят этот юзды. То есть, я там сам его играю, там действительно можно бороться с Гришуком, но вот там раз в две недели... Бороться с международным мастером, который... Из Казахстана каким-нибудь, да-да-да, который... Не надо бежать из Казахстана, но в целом... Не-не-не, почему? Ну, то есть, это может быть, да-да, откуда угодно. Да. И там действительно, честно говоря, даже результаты этих турниров признаны ЧСКомом. То есть, как бы бывает, что они кого-то... То есть, они каждый турнир кого-то банят, да, там без доказательного, но так очень подозрительных действительно... Это происходит. Но справедливости ради, честно говоря, там вызывают большие вопросы, даже те результаты, которые они приняли. И в этом плане... Я могу сказать без упоминания стран, что когда мы получили составы всех команд на онлайн-олимпиаду, ЧСК сказал нам, что в паре команд есть вопросы к некоторым игрокам, и есть такие риски. И мы с этими странами связались, и коллеги дальше уже сами решали оставлять тех же игроков или менять их на других, понимая, что такие риски есть. Поэтому борьба идет, и какой-то процесс идет, но он далек от совершенства. Очень далек от совершенства. Главная опасность, мне кажется же, на самом деле, когда человек сам по себе играет сильно. Конечно. Тогда выявить... Тогда не единого шанса, да? Не единого, но шансы резко понижаются, скажем так. И тем не менее, должен быть риск серьезного наказания. Должна быть неотвратимость. Если уж кто-то попался, то мы со всеми договоримся с платформами, с шахматным сообществом, что это отлучение от шахмат в целом, а не только из конкретного турнира исключения. Тогда, я думаю, люди будут задумываться гораздо сильнее по поводу... В целом, это все-таки на какой-то конкретный срок. На срок, конечно. Но я имею в виду не только от онлайн-шахмат, но и от игры за доской в официальных соревнованиях. Тогда это все-таки риск будет более серьезный и угроза будет. Вот это, справедливо, и сради тоже большой вопрос. То есть, вообще, как вы оцениваете действующую систему наказаний за читерство даже в живых шахматах? То есть, вам кажется, плюс-минус наказание адекватно, или, может быть, их там нужно повышать, понижать? В какую сторону вот ваше такое личное Точно не понижать. В принципе, я всегда за проверку временем. Надо, чтобы какое-то время поработали нынешние правила, но параллельно могу сказать, что мы начали работу над новым дисциплинарным кодексом ФИДа, в котором будут сформулированы новые правила, новые санкции, конкретные сроки за конкретные нарушения. Эта работа займет, я думаю, примерно год. То есть, это не быстро. Тема. Как раз этот год будем смотреть, как... И все-таки тенденция в сторону строгости там? Большинство за ужесточение, но большинство при этом за то, чтобы более четко определить наказания в разных ситуациях, в разных случаях. Первое нарушение не первое. Один раз это, скажем так, молодой игрок, который только начинает свой путь, или уже опытный игрок, который борется за какие-то серьезные звания. Максимальное количество сценариев, да? Да, да, я понимаю. Просто, к сожалению, сейчас, мне кажется, есть чисто математическая проблема, что есть довольно большое количество игроков, для которых при действующей системе наказаний, которые выглядят сравнительно строго, получается, что... Ну вот, если твой как бы интерес только в деньгах, получается, что в принципе тебе выгодно четверить. то есть реально сейчас, чтобы вот гроссмейстер там 550 начал четыреть, он там начал выигрывать турниры, да, то есть он играет какие-нибудь там просто хорошие опены типа Абудаби, реально, чтобы по математике произошло что-то плохое, тебя должны поймать там на третий, четвертый турнир. То есть вот был же случай, кстати, Нигалидзе как раз, я там потом посчитал, да, вот Нигалидзе, то есть, допустим, там условно на три года мы его дисквалифицировали, его дисквалифицировали, по-моему, правилам были старые, тогда были меньше. Даже если представить себе, что сейчас происходит, то есть три года и Нигалидзе, ну то есть там все-таки два чемпионата Грузии и арабские опены, ну понятно, что слагательного наклонения нет, но так чисто по математике Нигалидзе было бы трудно бы заработать за три года с поставимой деньги собственной игрой. То есть вот эта проблема, конечно, есть. Да, согласен. Неспоставимость рисков и выгод потенциальных отчетников. Будем анализировать эту тему, принимать решение. Был случай Раусеса недавно. Правда, коллега уже не молодой, поэтому здесь немножко другая ситуация. Были случаи молодых шахматистов на юношеских чемпионатах, в том числе в Латвии в 18-м, нет, в Латвии в 19-м году, могу ошибиться, нет, в 18-м, наверное, году. И был случай с австрийским шахматистом, но пока это скорее отрицательный пример, потому что не удалось жесткие санкции применить. Ну, сделаем скидку пока на то, что это первый раз, и молодые шахматисты будем надеяться, что они усвоили урок и не будут в будущем заниматься тем же самым. Есть другой вид мошенничества. Это фиксация результатов для достижения каких-то... Да, это я тоже хотел спросить, да. званий для получения гроссмейстерских норм, и с этим мы тоже начали бороться более серьезно. Был уже случай с украинскими шахматистами. Мы смотрим на некоторые турниры на Балканах, скажем так, пока не называя конкретные турниры, где есть подозрения серьезные в том, что некоторые шахматисты приезжают туда специально для получения норм, и другие участники турниров с этим полностью согласны, можно так сказать, играют на конкретный результат. Это очень тяжело ловить, но, тем не менее, определенные методы есть, технологии есть. Иногда эти турниры вообще не играются. Да, вот я именно это хотел сказать. Иногда там никого нет же просто, да. Если турнир не играется, это поймать легче, конечно, потому что можно запросить полные отчеты с видео, со всем, и если их нет, просто признать турнир несыгранным. Так, и вот все-таки в топе мирового рейтинга по Блицу много лет был Юрий Шкуро. Да. Да, известная история, да. Да, и в итоге ФИДА запросил, что там эти турниры были или доказано, что их не было, то есть какая сейчас ситуация? У нас нет, пока этой процедуры, нет этого регламента. Мы поручили у квалификационной комиссии разработать четкие правила, как принимать решение о том, что турнир не состоялся, его, соответственно, нельзя обсчитывать и нельзя на основе него присваивать какие-либо титулы и звания. Эти правила совсем скоро будут разработаны, я думаю, уже к осени, надеюсь, что мы их сможем быстро принять. А чисто ретроспективно как-то можно доказать, что турнира не было? Ну, только на основе свидетельских показаний. Ага. То есть это вот прямо такая серьезная юридическая процедура будет? Да, абсолютно. На данный момент у меня еще был просто юридический вопрос, тоже я не всем понял, там, по-моему, то ли Шкуро, то ли Кабылянского, то есть, по-моему, там у него остался рейтинг, у него в этом отношении все хорошо, но его просто вывели из вот там топ, там сколько-то. То есть, по-прежнему, если зайти в его профиль на сайте ФИДа, там по-прежнему тот же рейтинг? Но он, по-моему, неактивный, если я правильно помню. Могу ошибаться, давайте проверим просто, Да, да, да. Да, историю помню. Я помню, их вывели, да, из... Ну, что, это в целом, то есть, это сделано, скажем так, на основе здравого смысла, но без четких доказательств, да, еще видно? Потому что тогда решение было бы срочное. Тем не менее, я запросил решение Совета ФИДЕ, ФИДЕ-канцел, решение было принято высшим органом ФИДЕ после Генассамблеи, конечно. Вот, то есть, это не просто там кто-то, какой-то конкретный человек принял решение, все, выводим из рейтинга, и все, мы прошли определенную процедуру. И дальше апелляция может быть только в... Или перед Генассамблеей, если человек решится на это, или конституционный суд в Лазани, то есть, высший спортивный арбитраж. Ну, я сомневаюсь, что эти люди туда пойдут, просто потому, что они понимают, что всем все ясно. Ну, так, интуитивно, это кажется маловероятным, да, действительно. Хорошо, тогда вот завершая тему онлайна, тогда просто пару вопросов еще про онлайн-олимпиаду. Что, во-первых, чья это вообще идея? То есть, это... Ну, это будет большой проект. Буду абсолютно нескромным идеям, а я, да. Я в какой-то момент довольно быстро понял, что в этом году не удастся провести реальную олимпиаду. Особенно, когда перенесли олимпийские игры в Токио. Это стало уже на сто процентов понятно. Я сразу же коллегам сказал, давайте готовить онлайн-олимпиаду. Правда, все равно это заняло некоторое время. Сначала мы думали, что можно ее провести абсолютно по тому же формату, что реальная олимпиада, то есть швейцарка, все играют одновременно, и все быстро заканчивается. Поговорили с платформами, поняли, что это будет очень тяжело. По разным причинам. Это и мощности платформы, и временные зоны. Многие другие причины. В первую очередь, это просто количество партий, да? То есть, на данный момент эти платформы, это в принципе, да, это не ограничено. Причем, количество партий можно такое обеспечить, но контроля не будет вообще. Нам же нужен все-таки хоть какой-то античетинг, какой-то видеоконтроль, и это можно обеспечить только при меньшем числе партий. Стали делить на группы, но оставляют то же самое время, не получается. И тогда вот у меня возникла идея последовательного турнира, в котором сначала играют команды с самым низким рейтингом, постепенно выходят следующие стадии, и на последней стадии играют уже самые сильные, плюс те, кто вышел с предыдущих стадий. Именно по этой схеме мы сейчас турнир проводим. Потом была дилемма отдельно мужские, отдельно женские команды или смешанные команды. Вот тоже я настоял на смешанных, причем еще добавил юниоров, потому что мне показалось, что это хороший смотр для всех, а с учетом того, что запасных количество достаточно, то в принципе команды могут играть почти в тех же составах, что и при раздельных командах. То есть 2 плюс 2 мужские доски, 2 плюс 2 женские доски и соответственно 1 плюс 1, 1 плюс 1 юноши и девушки. 12 человек в каждой команде, может быть, это хорошее число. И потом нашелся другой плюс. Теперь команды, которых раньше вообще не было видно, которые играют в базовом дивизионе, сейчас в четвертом дивизионе, это островные государства Океании, Карибы, некоторые африканские страны или страны Юго-Восточной Азии, теперь видны. На них теперь можно посмотреть в прямом эфире, послушать комментарии шахматистов относительно того, как они играют. И люди в этих странах смотрят на своих игроков. Это же очень здорово. Раньше они их не могли видеть. Они всегда играли где-то на сотых досках. И, соответственно, туда даже никто не заходил. И камеры там никогда не появлялись. А теперь их видно. Это здорово. Слушайте, такой философский вопрос, в принципе. А вам не казалось, что вообще командные соревнования в шахматах это немножко противоестественно? Это немножко противоестественно. Поэтому я, например, против, скажем так, в общем случае, рейтингования командных соревнований. Потому что иногда ты играешь... Ну, ты должен ради команды сделать ничью или даже проиграть. Иногда должен рискнуть и проиграть. Это противоречит твоим собственным интересам. Поэтому здесь, конечно, есть вопрос. Но, с другой стороны, очень интересно, когда шахматисты борются не только за себя, но и за свою федерацию или за флаг своей страны. Шахматисты по-разному к этому относятся. Но это прямо страна. Есть патриотические чувства. Иногда это просто своя федерация, которой ты принадлежишь. Иногда это просто командный дух. Ты играешь вместе со своими друзьями за одну команду. Но, правда, это возможно и в клубных соревнованиях. Я, в принципе, командный игрок по натуре. Поэтому мне нравятся командные соревнования. Но в шахматах, согласен, они не совсем такие же, как... Да, не совсем понятно, что это значит. Есть не считать шведков, которые, конечно... Да, да, да. Мне просто не всем понятно, что это значит. Я думаю, играть за страну это интересно плюс-минус семь. Но вот просто там мы знаем, что условно... Ну, в теннисе тоже самое. Ну, в теннисе вот как раз же Федерер играет за Швейцарию. Но, условно, кубок Дэвиса там мало кого интересует, мне кажется. Сейчас там Пике пытается его как-то там обновить, но тоже без большого... Ну, это не значит, что это никогда не будет получаться. Может быть, придумают такой формат, при котором это работает. Но теннис самая близкая аналогия в данном случае. Ну, и вот даже у них, да? То есть у них есть парный матч, но они все-таки, конечно, меньше намного внимания получают. Меньше внимания, абсолютно. Но, тем не менее, скажем так. Но, тем не менее, думаю, что эту традицию проведения всемирных шахматных олимпиад нужно сохранять и в оффлайне, вживую. Это большой фестиваль. Просто и в онлайне теперь это уже показывает, что людям интересно. Это просто встреча всех вместе и возможность и поиграть, и пообщаться. Да, Бермуду-Патте обязательно. Нет, в этом плане я думаю, все согласны, а вот это все-таки идея, что, может быть, их не обсчитывать. Ее, мне кажется, еще Саша Мразевич озвучивал. Да, да. Вот здесь я хочу это со всеми обсудить, конечно. И мы будем на Совете Фиде это обсуждать в последующем на Генассамблее, конечно, потому что такого типа решения требует решение высшего органа Фиде. Но есть аргументы за то, чтобы не обсчитывать эти турниры, конечно. Один из, конечно, очень сильных аргументов, что, в принципе, всем странам было бы намного проще привлечь игроков. Да. То есть, конечно, проще намного договориться с Гаруаной или Гришуком. А также с Магнусом, да. Да, да, да. Ну, кстати, Магнус, я думаю, ему это он как раз довольно много рейтинга ставил на этих Олимпиадах, и, мне кажется, так философски к этому относятся. Философски, хотя, тем не менее, да. Да, да, предпошел бы 30 пунктов назад вернуть. Да, да, да. Правда, я думаю, что не отказался. То есть, это действительно все-таки находится в стадии обдумывания, да, обсуждения. В сравнении там близкого, да. Все-таки, да? Да. Ну, и мы думаем о формуле командного чемпионата мира. Далеко не всем понятно, зачем он вообще нужен. Интерес к нему не очень большой, мягко говоря. И ряд стран не присылают сильнейших игроков. Да. И нужно смотреть, как это изменить. Если мы хотим сохранить такой турнир. Не, ну, все-таки дайте я вас вот еще помучаю про все-таки обсчет рейтинга, потому что это действительно интересно. То есть, вот как бы вы оценили вероятность того, что вот следующая Московская Олимпиада уже не будет обсчитана так вот, если все-таки 50 на 50 скорее. Да, следующая пока я бы оценил 50 на 50, потому что, я уверен, будут все равно разные точки зрения на этот счет и будут какие-то долгие дискуссии. Но, тем не менее, шансы на это есть. Мы планируем проведение генассамблеи в онлайн-режиме в конце этого года. Вот такие, такого типа вопросы там могут обсуждаться. Если в конце ноября такая онлайн-генассамблеи примет такое решение, то это возможно. А в промежутке мы уже такое решение вряд ли будем принимать. То есть, турниры 22 года, допустим, уже имеют хорошие шансы. Да, здесь больше. Повторяю, если будет широкий консенсус. То есть, я не хочу, если будет 51 на 49, принимать такое решение. Если будет хотя бы там 70-80 процентов за это решение, тогда, конечно, оно может быть принято. Всегда с опаской отношусь к тому, что там, например, Brexit может осуществиться по мнению 51 процента избирателей. Все-таки лучше иметь более широкую поддержку. Но, с другой стороны, все-таки ничего не делать, это тоже решение. То есть, мы тоже понимаем, что все-таки... Ничего не делать, это всегда решение. Да, да. Но я имею в виду, что, собственно... Очень простое решение. Да, другое дело, если ничего не делание постепенно приводит к потере репутации, к потере связи с реальностью, тогда это... Нет, моя мысль ровно наоборот. Я имею в виду, что ничего не делать, это тоже решение в той же степени, что и что-то делать. Я имею в виду... То есть, ответственность это вот такая же. Конечно, да. То есть, из 51 и 49, ну, в принципе, то есть, и то, и то, в принципе, вбельшит свои последствия. Да, это не то, что мы... Да, но иногда можно просто взять время и дообсудить. Зачем спешить иногда, если это не вопрос жизни и смерти. Да, когда это невозвратная вещь, когда решение принять надо, я всегда готов принимать эти решения даже сам, даже не дожидаясь какой-то широкой поддержки. Но если это нужно, если нет вообще времени ждать. А если, что называется, время ждет и бездействие не вредит напрямую, то, может быть, стоит еще 2-3 месяца пообсуждать и потом принять решение. Ну, и вот как бы вы интуитивно оценили все-таки как человек изнутри? То есть, вы уже все-таки понимаете, примерно что происходит? То есть, вот ваша такая субъективная оценка, вот такое голосование, вот примерно сейчас бы вы как оценили? Я думаю, что если мы параллельно сможем обеспечить больше турниров разного уровня для стран с разных континентов, для игроков с разных континентов, то можно будет такое решение принять. Просто важно заместить возможность играть на свой рейтинг на Олимпиаде для многих стран. Не для сильнейших, а наоборот, для всех остальных чем-то еще. У них было больше других турниров, в которых они могли бы менять свой рейтинг. Надо сопроводить это решение вот такими. С другой стороны, ну, то есть, действительно, вы думаете, что люди там с, я не знаю, Ферерских островов приезжают на Олимпиаду набирать рейтинг, что для них это принципиально важный такой момент? Для многих вообще Олимпиада единственный шанс сыграть против кого-то еще. Многие вообще не выезжают из своей страны на протяжении всей жизни. Да, но сыграть-то они сыграют. То есть, мы же говорим все-таки про рейтинг. Партия-то все будет сыграна. То есть, мы говорим только об ее обсчете. Ну, то есть, у кого-то там вместо 1500 условно будет еще через... Я думаю, что поддержка такого решения будет не обсчитывать. Но мне кажется, что будет существенный процент тех, кто будет долго над этим думать, скажем так. Я понял. Хорошо. Если прямо сейчас спросить. Да, да, да. Я понял. А вы можете тогда, вот вы затронули сейчас очень интересную тему, я вот это тоже хотел у вас спросить, вы можете все-таки максимально подробно для нас, для людей, которые смотрят со стороны на ФИДа, у нас у всех, мне кажется, есть большой вопрос по именно механизмам принятия решения. То есть, вообще сейчас ФИДа принимает много довольно решений. Там одни кому-то нравятся, другие не нравятся. Кто-то еще как настроен. Но вот механизм принятия решения, он загадочен для всех, в принципе. То есть, вы не могли бы максимально подробно объяснить, какого рода решения принимаются голосованием, какого рода решения это ваше личное решение. То есть, тут вопрос даже не качества, а вот именно тип решений. То есть, условно, когда вы говорите «мы», мы обсуждаем укорочение контроля. То есть, все-таки «мы» как это выглядит? Тема такая. У нас в конце февраля принят новый устав ФИДа, новый ФИДа-чартер, который четко разграничил компетенцию всех органов ФИДа и четко определил все процедуры. Высший орган ФИДа это генассамблея, в которой принимают участие представители всех 195 на данный момент шахматных федераций. И ряд решений, включая изменения самого устава, изменения правил шахмат, то есть, базовый документ, то есть, как ходят фигуры и подобные вещи. Ряд других основополагающих конституционных решений, выборы президента ФИД, определение состава выборных комиссий. это конституционная комиссия, этическая комиссия, верификационная, то есть, аудиторская, по сути, комиссия. Вот эти решения принимаются только генеральной ассамблеей. Следующий орган по компетенции это совет ФИД, ФИД-канцель, куда входят, кроме президента ФИД, вице-президенты, с правом голоса континентальные президенты, четыре континентальных президента, и несколько человек без права голоса, но с совещательным голосом, это почетные вице-президенты. Все решения, не входящие в компетенцию генассамблеи, по сути, может принимать ФИД-канцель. И принимает их. Мы это сейчас делаем очень быстро, потому что новый устав позволяет это делать в онлайне. Я отправляю письмо всем членам совета, они в течение нескольких дней отвечают, если большинство голосов набрано, мы принимаем решение. Это касается, например, правил проведения конкретных турниров. Regulations. То есть проводим шахматную онлайн-олимпиаду, правила ее проведения разрабатываются менеджментом, сейчас об этом скажу, дальше направляются на голосование, на обсуждение голосования совета ФИД. Иногда совет ФИД проводится в очной форме, пока мы его тоже делали в онлайне, но собираясь вместе в Zoom или на другой платформе, естественно, до этого проводили эти заседания совета, собираясь вживую вместе в какой-то точке мира. То есть это всегда такое строгое, основанное на принципах демократии голосование? Абсолютно. И требуется просто большинство? И требуется просто большинство. Просто большинство. У совета есть несколько комиссий. Выборные комиссии подчиняются напрямую генассамблее, остальные комиссии, например, комиссия по соревнованиям, event commission. Там очень много комиссий. Калификационная комиссия, которая как раз занимается рейтингами и титулами и как раз формирует предложение для принятия решениям советом, кому можно давать титулы на основе сыгранных турниров. Комиссия арбитров, которая принимает все необходимые решения в отношении арбитров. Тренерская комиссия, которая занимается подготовкой тренеров, организует семинары, методики, разрабатывает, регулирует деятельность фиде-академии по всему миру и многие другие комиссии. У этих комиссий есть часть своей компетенции, некоторые из них я назвал, то есть они действуют самостоятельно. В отношении всякого рода правил они разрабатывают рекомендации для совета. То есть они разработали, обсудили с общественностью, федерациями и направили в совет для принятия решений. Вот это вот процедура. Ну то есть если проводить на параллель с какой-то обычной жизнью, они просто готовят условно законопроект, он идет на голосование наверх. Да. И есть менеджмент, который занимается текущей работой. Комиссии это все-таки в основном волонтеры. Они работают не 24 часа в сутки, им требуется много времени для разного рода обсуждений. Менеджмент, в который входит буквально человек 20, занимается ежедневной работой 24 часа в сутки. Включая и меня, и моих коллег. Это и казначей ФИД, жучень, и весь финансовый департамент, и юристы, прежде всего Александр Мартынов, как основной юрист ФИДе. И директора ФИДе Эмиль Сутовский, Виарел Балаган, Мохаммед Аль-Мудьяка, Давид Лада как основной человек по пиару, Илья Городецкий в настоящее время стал по сути работать не 24 часа в сутки, но примерно половину своего времени уделяет работе ФИДе. Марка Вердоха, маркетинг, Савва Стояшевич, которая работает вместе с Виллией Клики, он руководит секретариатом, она его зам в секретаре ФИДе в Лозане. Вот это вот менеджмент, который еще несколько человек я не назвал, занимается повседневной работой. IT-офис в Элисте с руководством Владимира Кукаева, который обеспечивает всю IT-поддержку. И мы постоянно думаем, как организовать то или иное событие. Мы работаем со спонсорами, мы обсуждаем и выверяем то, что направляется нам из комиссий перед тем, как это идет на совет. Смотрим на юридическую сторону, смотрим на финансовую сторону и работаем с платформами сейчас, например, в онлайне. То есть, мы сами не принимаем решения, я скажу о том, какие я лично могу принимать решения. Мы их выверяем, детализируем, готовим для того, чтобы совет их принимал. Президент имеет право самостоятельно принимать некоторые решения. Это контракты с суммой ниже определенной. Если выше, то надо идти на совет. Ниже я могу подписать контракт самостоятельно. Например, все рабочие контракты, я имею в виду прием на работу, зарплата, я могу принимать самостоятельно. То есть, эта сумма это конкретный х, который просто записан? Да. Выше этой суммы совет. Вот такая простая система компетенции. Во многих турнирах, в турнирных правилах есть положение, что президент имеет право принимать окончательные решения в случае диспута. Например, не надо каждый раз идти на совет, я могу рассмотреть ситуацию и принять окончательные решения. А что такое диспут? То есть, определение... Ну, например, правилами турнира не урегулирована какая-то конкретная ситуация, что-то не учли, что-то забыли. Главный арбитр, соответственно, исходя из правил, это решение принять не может. Апелляционный комитет, допустим, тоже не пришел к единому мнению. Это относится на компетенцию президента. Хотя могу сказать, что кроме случая остановки кандидатского турнира в Екатеринбурге, мне не приходилось еще принимать никаких подобных решений. То есть, технически это возможно? Какая-то апелляция, может быть, в вами рассмотрена какая-то спорная? В частности, сейчас на онлайн-шахтной Олимпиаде тоже у меня такое право есть, как, по сути, руководитель апелляционной комиссии. Прекрасно. Хорошо. Наши шансы повышаются. Отлично. Нет, шансы у всех равны. Ну, я надеюсь на это, на самом деле. Ну, то есть, еще раз, значит, люди, которых вы перечислили в менеджменте, да, это вы, там, Александр Мартынов и, в общем, много еще людей, которые действительно все время на виду. Это реально, я так понимаю... Рабочие лошадки. Это вот оперативный штаб, который, в принципе, работает 24 на 7. И вот люди, которые сидят выше, они, грубо говоря, просто ждут, пока вы что-то им принесете на решение. Некоторые работают более активно. Есть, во-первых, континентальные президенты имеют свою компетенцию. Зурапа Парашвили, Шейх Султан, Хорхи Вега и Льюис Нкубе. У них есть своя работа большая у каждого на своем континенте. Они входят и в сайт ФИДе. Есть почетные вице-президенты, которые в целом активны в шахматах, но у которых свое есть работа. Джудит Полгар, она очень активна в шахматах. Но делами ФИДе она занимается тогда, когда мы очень ее просим и, соответственно, помогает нам принимать решения, помогает нам заниматься продвижением. Шахмат приезжает на какие-то интересные события, тренирования, она популярна, поэтому это здорово. Есть люди, которые чуть менее активны. Кто-то из них работает в своих федерациях. Например, Башар Куатли, он на временах президент Французской Федерации. У него там много работы. Своих проблем. Соответственно, да, ФИДе, он, может быть, чуть меньше работает. Хотя все равно достаточно активен. Наш польский коллега Лукаш очень активен или Акаки Ашвили грузинской федерации. Он вице-президент грузинской федерации, да. Он также очень активен, особенно в инвалидных шахматах, то есть в проведении соревнований среди игроков с инвалидностью. По сути, он курирует всю эту систему турниров сегодня. И это очень здорово. Но вот по-разному, если говорить. Да, но тут вот все-таки... Кто-то просто ждет, когда им придет на голосование какой-то документ и просто рассматривает документы. Но тут вот все-таки это довольно важный момент. Я думаю, тоже для всех реально профессиональных шахматистов это интересно. То есть, надо понимать, что, в принципе, когда были выборы, ваша команда для очень многих из нас, для меня, например, выглядела очень привлекательно. В первую очередь в той связи, что реально вот в этом листе было заявлено огромное количество знакомых нам людей. Да, и многие из них очень активны. Я не упомянул, Майер Мамедов, он очень активен и постоянно занимается... Хорошо, Майер Мамедов. Но я все-таки хотел спросить, то есть, нас вот больше всего радовало, значит, как я понимаю, у вас заявлены были как почетные советники Крамник и Ананд. Да. Блюз, значит, была заявлена Полгор, Шорт. Ну, нет, конечно, Юдит не была заявлена, она согласилась поработать вместе с нами уже после выборов. Это было во время у нас дискуссия на эту тему стоялась во время матча на Первенство Мира в Лондоне, и она потом, подумав, согласилась с этим заниматься. То же самое Володя и Виша тоже спустя некоторое время это сделали, не во время самих выборов, и мы с ними на постоянной связи, они многое мне советуют, где-то критикуют, где-то, наоборот, помогают какими-то рекомендациями, это мне очень помогает. Например, Володя критиковал решение о проведении кандидатского турнира, в принципе, о его начале. Но по многим другим проектам мы все равно работаем вместе, и никаких здесь проблем нет. Мы не согласились в одной теме, но согласны во многих других темах. Найджел, который был конкурентом на выборах, но в последний момент снял свою... Да, по Найджелу как раз нет вопросов. Снял свою кандидатуру, но продолжает очень активно участвовать во всей шахматной жизни, привлекает новые страны ФИДЕ. Несколько стран объездил сам, лично, и они стали членами ФИДЕ последние несколько месяцев. Это очень здорово. Ну, то есть, и все-таки, да, вот просто потому, что все-таки вот этих людей довольно мало. То есть, вот если вы можете нам про каждого хотя бы по чуть-чуть рассказать, то есть, условно, Владимир Кравник, вот насколько часто вы общаетесь? Какого рода вопросы вообще, да, вы с ним обсуждаете? С Владимиром мы общаемся почти каждую неделю. Есть несколько вопросов, которые мы обсуждаем, если не считать конкретных турниров. Ну, вот был кандидатский турнир, где у нас было разногласие. Мы обсуждали, конечно, сейчас Кубок Легенд, в котором он поучаствовал, не вышел, правда, в финальную польку, но, тем не менее, было всем интересно, некоторые противостояния были потрясающими. Я бы с ним советовал, стоит такой проект начинать или нет, потому что мы его, по сути, вместе сейчас 24. Проект Легенд. Да, обсудили, и он проходит при поддержке ФИДЕ, и я сам приглашал шахматистов на этот турнир, то есть и Владимира, и Виша, и Бориса Гельфанда. Я пригласил, я им позвонил, написал, и они дали согласие. Поддержка ФИДЕ, в том числе, финансовая, да, подразумевается? Нет, в данном случае это поддержка просто репутации. И с Владимиром мы обсуждали, имеет смысл, нет, он сказал, да, имеет смысл, замечательно, хороший турнир, надо посмотреть регулирование, какие-то советы дал по формату, и все это пошло. Мы, конечно, обсуждали его благотворительный проект в России, который был, да. Но это все-таки, на самом деле, это какие-то его... И больше всего мы обсуждаем, если говорить о шахматной теме, конечно, тему искусственного интеллекта и шахмата. Он этим серьезно занимается, занимается почти ежедневно, и мы ведем на эту тему диалог, потому что ФИДЕ надо понимать, куда движется вся эта история, куда движется мир. И Володь сейчас, пожалуй, стал самым серьезным экспертом в этой теме, взаимодействуя с разработчиками соответствующих программ, проверяя разные гипотезы. Это действительно очень интересно. И, конечно, мы обсуждаем тему подготовки молодых шахматистов, он сам этим занимается, и в центре «Сириус» в России, с индийскими шахматистами он занимается, и мы с ним как раз обсуждаем, как можно было бы эту систему выстроить правильным образом. То есть, то, что вы описываете, это все-таки в большей степени человеческое общение. Понятно, что все люди, которые хоть чуть-чуть общались с Владимиром Ричем, знают, что он очень интересный, и в принципе, и совместительник, и не много интересных. Мы знакомы сто лет, не сто там, а много лет, но иногда когда у меня просто возникает конкретный вопрос, я ему пишу, звоню, и мы это обсуждаем. В этом смысле эта роль советника и есть. Он не функционер, не менеджер, он именно советник. То есть, вы, грубо говоря, просто можете ему задать любой интересующий вас вопрос наш, просто вот в этом функция. Что он такой просто эксперт, который может ответить от искусственного интеллекта до проводить, не проводить, претендентский. Именно. То есть, нету такого, что вы с ним советуетесь только по каким-то принципиально укоротить, контроль не укоротить. Это вот просто его функция в том, чтобы быть на связи и, в общем, отвечать на вопросы. Отлично, да. Хорошо. Виши, как с Виши вообще не выглядит. Виши чуть реже, чем с Владимиром, но когда нужно, я всегда ему могу написать, позвонить. Все это происходит точно так же. Он мудрый человек и очень быстро реагирует всегда. Конечно, сейчас я планирую с ним обсудить прежде всего ситуацию с индийскими шахматами, где есть определенные конфликты. И он, пожалуй, один из немногих, кто может дать ценные советы, как можно было бы умиротворить. Там какой-то раскол у них, да? Я не всем просвещал. К сожалению, там есть раскол. Об этом известно уже почти всем. Пожалуй, Виши единственный, кто может здесь найти какое-то мирное решение. Ну, то есть, все-таки чуть реже, это все-таки нам правда интересно. Раз в месяц. Раз в месяц. А его вы, кстати, спрашивали про претендентский его меня? Нет, про претендентский не спрашивали. Не спрашивали. Окей, хорошо. Юдит. Что Юдит? Юдит несколько вещей. Все непросто. Я в образовательных шахматах, во всем, что связано с шахматами образования, она ведет собственный проект в Венгрии, общается на эту тему с другими странами. Сейчас, кстати, буквально на днях начинается большой шахматный кэмп для юнош-шахматисток из Азии, и она будет принимать в нем участие. Виши, кстати, тоже будет это делать. То есть, в качестве наставников будут выступать вот такие великие шахматисты. Она меня подталкивает, чтобы я был более активен. Я бы так сказал. Шахмат-кэмп это благотворительно, да, такой проект? Это проект, который проводится частично на деньги ФИДЭ, частично на деньги Азиатской шахматной конфедерации. Софинансируем этот проект. И каждая страна имеет право выставить одну девушку-шахматистку для прохождения этого курса. В течение трех недель девушки будут получать уроки у... То есть, вот послушать ЮДИТ, там, условно, может быть, Борис Абрамович или кого-то. Да, да. Да, очень хороший состав тренеров, наставников. Так что, надеюсь, это повысит мастерство этих шахматисток. Мы с ЮДИТ ищем формы сотрудничества, в каких проектах мы можем вместе работать. Пока, к сожалению, по шахматному образованию у нас все это не очень получается. Просто потому, что у нас из-за всей нынешней ситуации не хватает человеческих ресурсов для реализации таких проектов. А шахматы в образовании с одной стороны очень перспективный проект, с другой стороны очень тяжелый, поскольку в каждой стороне свои особенности, правительство к этому относится по-разному. Возможно, где-то есть перспективы, где-то нужно подождать еще несколько лет. В общем, все идет очень тяжело, и ЮДИТ недовольна тем, как все движется. Я ее понимаю, но мне этот критический взгляд очень важен, с другой стороны. Поскольку нужны люди, которые именно критикуют, а не только хвалят за то, что ты делаешь. То есть, общение с ЮДИТ преимущественно выглядит, что она вам пишет Аркадий, когда уже мы запустим. Да, примерно так. Когда устает писать, и тогда я через какое-то время опять пишу, давай начинать опять работать. И это происходит. Конечно, я рад приезжать всегда в Будапешт, она там проводит замечательные фестивали осенью. Мы получили единственную заявку на проведение Всемирной шахматной Олимпиады 2024 года от Будапешта. И я уверен, что ЮДИТ будет одним из моторов этого проекта. Поэтому вот это уже ее роль. Сама эта заявка и сама возможность провести шахматную Олимпиаду в Венгрии в 2024 году это уже огромная заслуга Венгерской шахматной федерации, ЮДИТ и ее коллег в Венгрии. Поэтому она уже оправдала полностью свою роль почетного вице-президента ФИД. Я правильно понимаю, что все эти люди работают на такой плюс-минус в волонтаристской основе? Когда им что-то кажется важным... Волонтерской. Не волонтаристской, только волонтерской. Волонтаристская это уже... Да, английская это уже немножко другое. То есть, просто когда они что-то считают важным, они могут вам написать и вы прислушиваетесь. Либо я могу написать, если мне нужен какой-то совет. Были случаи, когда я с ЮДИТ советовался, в том числе по женским шахматам. У нее особый взгляд естественно на женские шахматы, не совпадающий полностью, скажем так, со взглядами многих других коллег, поскольку она играла преимущественно в мужских турнирах в своей жизни. Поэтому я с ней на эту тему часто советуюсь. То есть, это, по крайней мере, не те же люди, которые состоят в какой-то условной рассылке вот этого оперштаба по какой-то текучке, грубо говоря. То есть, это абсолютно другие люди. Единственный кроме меня член совета ФИДЭ, который стоит в менеджменте, это Жучей, Казначей, который отвечает за все финансовые дела. Но если речь идет о конкретном проекте, допустим, шахматы инвалидов, Акаки и Ашвили, освещение турниров или какие-то европейские турниры, Лукаш, естественно, Зураб, поскольку, если это касается Европы, например, или другие континальные президенты и так далее, и так далее, и так далее. Есть люди, которые сразу же включаются в работу, если речь о конкретном проекте. Но могу сказать, вчера я, например, написал в Совет письмо с просьбой оценить возможные сроки возобновления кандидатского турнира, чтобы послушать мнение всех членов Совета. И многие уже ответили. Большинство считает, что лучше это сделать ближе к концу года. Ближе к концу года это все-таки... В ноябре. Но это предварительное неформальное мнение членов Совета. Я не вставлял вопрос на голосование, просто проконсультировался со всеми членами Совета. А как просто чисто ретроспективно, как это технически может... То есть я правильно понимаю, что для этого вам надо быть уверенным, что каждый из стран, которые представляют участники, что там все будет плюс-минус нормально? Сложный вопрос. Мы проконсультировались с участниками и получили и их позицию тоже. Вопрос стоял в том, как вы оцениваете возможность возобновления турнира в сентябре, в конце сентября текущего года? Оцениваете это в смысле хочу-не хочу? Грубо говоря, рад, не рад? Оцениваете, да. Скорее рад, не рад и насколько легко будет приехать в Россию или в любую другую страну. Мы даже не писали, что это обязательно именно в России. И возник вопрос в том числе, например, с тем, какие правила в соответствующей стране откуда шокоматист прилетает? Китай сегодня требует по прилету обратно в Китай прохождение опять 14-дневного карантина в закрытой гостинице в не самых лучших, скажем так, условиях. И это, конечно, очень неприятно для китайских шокоматистов. Это не означает, что это полностью запретная тема. Справедливый страйд, наверное, не так неприятно, как карантин перед стартом в России. Я, кстати, вот это тоже хотел уточнить. Вы же, наверное, знаете. А что вообще было с Дингом? Просто оно еще сейчас так как-то играет, что как будто весь этот карантин пытали... Нет, абсолютно ничего не было. Он жил в комфортном месте в Подмосковье в одном из пансионатов. Насколько я помню, в отдельном доме со своей командой на свежем воздухе с хорошим питанием, скажем так, и мог заниматься шахматами. То есть никакой реальной проблемы не было. Я не исключаю, что это была психологическая. Нет, ну, психологическая этого не может... Да, но в остальном вообще никакой проблемы не было, я в этом уверен. Но по возвращению Иван Хао и Дин к сожалению проходили 14-дневный карантин в самом Китае. И это для них, насколько я знаю, и по их собственным словам, было не очень приятно. Ну, это вне уже зоны... Тем не менее, это было частью рисков, которые мы на себя взяли. И, конечно, второй раз проходить через это они не хотят, если говорить прямым текстом. Ну, например, вот когда мы говорили о конце сентября, почему возникла тема конца сентября именно в Екатеринбурге. Президент России запланировал провести, теперь это сдвинутый на начало октября, правда, форум «Россия – спортивная держава», в том числе с участием многих зарубежных федераций, многих зарубежных представителей. То есть в Екатеринбург приедут люди, скорее всего, и будут официальные делегации. И там будут обеспечены все необходимые меры контроля, потому что, можно, я думаю, ожидать, когда президент принимает в чем-то участие, это максимальная степень контроля. Поэтому и возникла мысль, почему бы именно в эти сроки не провести вторую половину кандидатского турнира. Но есть ограничения, связанные не с нами уже в данном случае, а с теми странами, из которых прилетают игроки. Да, но я вот это имею в виду, то есть вне зависимости от того, что думает или хочет Динг, но все-таки есть же просто вероятность, то есть если в Китае условно начинается вторая волна, он же просто оттуда не уедет, скорее всего. Есть такая вероятность. То есть это, ну это все-таки... Ну либо нам придется тратить на это много денег, то есть высылать частный самолет, как-то договариваться с властями Китая. Это все возможно, но это все очень затратно и очень нервно, скажем так, это будет заставлять нервировать весь шахматный мир, не говоря уже об остальных шахматистах. Но вот это я вот, кстати, хотел услышать. Это, мне кажется, принципиально важный момент. То есть вы считаете это в целом возможно? То есть вот даже если в одной из стран условно начинается эпидемия, вы думаете, что договориться по одному человеку скорее удастся? Да, абсолютно. То есть это будет проблемой, но не придется отменять турнир из-за вот только одной страны? Да, я в этом уверен. А как бы, тем не менее, если мы можем эти риски снизить к ноябрю, значит лучше провести в ноябре. Ну, риск эпидемии он всегда есть, да? Он есть и в ноябре, он просто разный. Во-первых, сила вируса явно снижается. То есть он все равно столь же быстр, скажем так, и активен, но его вредоносность потихоньку снижается. Об этом говорят все практически врачи. И в ноябре будет точно лучше, чем в сентябре. В этом смысле. Да, тут я некомпетентен, только довериться могу. Это то, о чем говорят врачи, это не мое мнение. Я тоже не врач, не профессионал, но я это обсуждаю с очень многими специалистами из разных стран и свое мнение формирую на основе вот этой получаемой информации. Хорошо, а в этой связи тогда вопрос по претендентскому. Как бы вы оценили вероятность, что второй круг пройдет не в Екатеринбурге? Даже вне России, вот даже не в Екатеринбурге. Ну, скажем так, я пока ставлю на Екатеринбург 60%, 40% не в Екатеринбург, из этих 40%, наверное, 50-50, остальная Россия или другая страна. Или не Россия, да. Пока такие вероятности. То есть, пока базовая площадка остается в Екатеринбург. Пока что. То есть, наиболее вероятен все-таки Екатеринбург. Да. Но не 90 на 10. Ну, то есть, реально есть, условно, некая европейская страна, с которой, по крайней мере, какие-то предварительные обсуждения есть. То есть, это не там 20% вот эти, они там, естественно, базируются на счет. Я бы сказал, что мы можем, в принципе, провести остаток турнира в любой стране. Абсолютно любой, который станет максимально комфортной для всех участников, поскольку затраты на проведение, которые еще не покрыты, очень небольшие. И, в принципе, даже без привлечения дополнительного спонсора мы можем это сделать. А если найдется такой спонсор в данной стране, то с точки зрения денег это вообще не проблема. То есть, мы здесь именно с организационной точки зрения не имеем никаких существенных препятствий провести в любой стране. Я даже, когда вчера спросил у коллег по совету, как вы оцениваете все эти варианты и сроки, был вопрос у этого коллега, где проведет турнир? Я говорю, в принципе, где угодно. Вы можете предложить провести это у себя, и мы это можем... Откуда будет предложение техническое? И тут же, например, наши коллеги из Грузии, и сказали, а почему бы не в Грузии? Ну, легендарное грузинское гостеприимство. Это еще неформальное предложение, это просто мысль, но, тем не менее, сразу у кого такая мысль возникла. Но это не единственный вариант, мы обсуждали это и с другими странами. Можно тогда еще, давайте я вам задам пару вопросов, которые мне, скажем, важными по имиджу Фида. Во-первых, первый вопрос. Вы можете объяснить, какие все-таки реально на деловом уровне отношения у Фида с Российской Шахтной Федерацией? У нас ежедневные рабочие отношения, скажем так. Я даже в отсутствии офиса Фида в Москве реального, по сути, использую офис Российской Шахтной Федерации как такой квази-офис Фида. У нас с Марком Глуховским отличные отношения давние, с Андреем Филатовым тоже не столь давние, как с Марком, просто чуть меньше друг друга знаем, но, тем не менее, очень позитивные, конструктивные. Но они знают, что у меня никаких преимуществ никогда для Российской Шахтной Федерации от Фида не создаем. Они должны работать в равных условиях со всеми. Это не значит, что я не болею за российскую сборную в душе. Конечно, болею. Неизбежно. Но никаких преимуществ создавать не буду. И есть и листа, где находится IT-департамент Фида, но сотрудники Фида живут по всему миру. Нельзя сказать, что большинство сотрудников Фида находится в России. Это не так просто. Большинство находится за пределами. Нет, я просто имею в виду, есть какие-то вещи на имиджевом уровне, которые выглядят чуть-чуть странно. Условно, когда был Кубок нации, вот просто пример, если можно сказать, Кубок нации, это все-таки международное соревнование, оно явно международное. И условно, Андрей Филатов дал интервью, который сказал, что мы приурочим этот турнир в годовщине, победы, в войне. У нас основным партнером, если не считать самую платформу, естественно, чест.дотком была Югра, тот же самый и это партнерство было основано в том числе на понимании, что есть какая-то связка этого турнира, для России именно есть связка, скажем так, с Днем Победы. Я это формулировал более широко, потому что, повторяю, для меня эта тема по-другому звучит. Я говорил в целом о завершении Второй мировой войны, потому что это для всех было. Ну, международное соревнование все-таки, да, да. Абсолютно. Но для России был такой вот взгляд больше связанный с Днем Победы, наверное, неизбежно. Особенно с учетом того, что это проходило все в мае, именно в период празднования 75-летия Победы. Вот. Но есть проблема другого плана, который более серьезный, чем имидж, связанный вот с такими заявлениями, нормальными заявлениями. Это финансовая сторона вопроса. Пока мы не достигли баланса. Пока большинство спонсоров ФИДа это российские спонсоры. Это большой вызов для меня и для всего руководства ФИДа, для всей организации. У меня есть четкое понимание, что к завершению этого президентского цикла нам нужно иметь более сбалансированную ситуацию. Сейчас пока у нас где-то 80 на 20 в пользу российских спонсоров. Я думаю, когда-то было 95 на 5 до того, как я пришел. мы постепенно набираем вес в других кругах, среди других компаний. Но я буду рад, если к 22 году будет 50 на 50, конечно. Буду к этому всячески стремиться. Это очень важная составляющая моей работы, потому что дальше же неизвестно, что будет. Нужно иметь более сбалансированную ситуацию ФИДа, чем есть сейчас. и буду над этим работать. А в более далеком будущем, конечно, доля зарубежных источников по отношению к России должна быть еще выше. То есть, это один из главных приоритетов. Это, я думаю, очень важно для всех. Это очень и очень важно и с точки зрения имиджа, и с точки зрения просто финансового благополучия. А вы можете объяснить на данный момент, как работает цепочка? Большинство спонсоров из России, потому что большинство турниров в России, или большинство турниров в России, потому что большинство спонсоров трудно разорвать эту связь и то, и другое. В других странах турниров мало, соответственно, спонсоры просто мало знают о шахматах в других странах. И для них шахматы остаются чем-то в черном ящике или котом в мешке, неважно. Им надо очень долго объяснять вообще о чем шахматы, почему для них это может быть интересно. Российским спонсорам это вообще не надо объяснять. Они сразу шахматы понимают, да, интересно, много денег не дадим, потому что все равно футбол по телевизору, а не шахматы или хоккей. Но игра шикарная, точно поддержим, можете не сомневаться. Вот в этом разница. То есть шахматные традиции все еще живы. А в других странах нужно несколько месяцев объяснять, разжевывать, показывать цифры, показывать, чем привлекательны шахматы. И вот только через несколько месяцев можно постепенно кого-то завлечь на партнерство, на спонсирование турниров или международный шахматы федерации. то есть, и тем не менее, вот все-таки какова пропорция, да, вот между попытками делать это на Западе? То есть, ну, условно, если вы можете нам чуть подробнее рассказать, правда? Мы больше времени, конечно, тратим на общение с партнерами на Западе и на Востоке, чем в России, потому что... Потому что в России сразу соглашаются, грубо говоря, да, почти. То есть проще... Соглашаются быстро, но что касается объема поддержки, тут могут быть очень долгие дискуссии, потому что все равно все смотрят, насколько это интересно в каждой конкретной ситуации. То есть у нас «Газпром» в основном выступает все-таки спонсором конкретных турниров. «Рапид и Блиц» прежде всего два года подряд вместе с королем Саудовской Аравии и коллегами из этой замечательной страны. И сейчас онлайн-шахматная Олимпиада. «Югра» то же самое. «РЖД» больше не конкретные турниры, а больше в целом шахматная деятельность, поддержка массовых шахмат в России и по всему миру. То же самое «Россети» компания. «Росатом» это поддержка в тех странах, где «Росатом» имеет присутствие, где строятся или построены атомные станции с участием именно «Росатома». Часть социальной ответственности «Росатома» перед той страной, в которой они занимаются развитием атомной энергетики. То есть другой подход отличный от коллег. «Магнит» поддержал конкретно женский турнир гран-при в Москве, поскольку посчитали, что для них интересно это сочетание женщины в шахматах и проведение турнира в России, где «Магнит» естественно является одной из крупнейших ритейл компаний. То есть со всеми нужно по-разному устраивать отношения. Ну и все-таки вы можете нам чуть-чуть подробнее рассказать, как это происходит, например, на примере претендентского. То есть мы знаем, что в итоге первый круг прошел в Екатеринбурге и что реально были хорошие шансы. был особенным, поскольку здесь мы просто узнали об интересе инвестора и мецената Андрея Моисеевича Симановского, которому, кстати, сегодня исполняется 60, по-моему, лет, если я правильно помню. Если так, то поздравляем. Поздравляем. Компании «Симонэнд». Интерес к поддержке именно этого турнира отчасти связанным с тем, что в этом случае его к этому подталкивают коллеги, можно будет заявить еще одного российского шахматиста в случае, если он пройдет одну из квалификаций и где-то окажется в числе претендентов на вайлдкарт, на дополнительное место. И он, конечно, очень боялся, что российского игрока среди этих претендентов не окажется, но Алексеенко смог пробиться в эту когорту претендентов и он, соответственно, номинировал еще одного российского шахматиста. Это было одним из его мотивов. Другим мотивом было провести турнир на Урале в Екатеринбурге, в его городе, в его крае, где он хотел, чтобы шахматы прозвучали, прогремели на весь мир и туда приехали лучшие шахматисты. Еще раз, все-таки вопрос про может быть излишне дружественное отношение с ФИДом, с Российской шахматной федерацией и, самое главное, российскими спонсорами. Во-первых, понятно, что приятно, что по крайней мере ФИД это признает. Во-вторых, все-таки объективно еще раз, не в порядке осуждения, но все-таки мне говорят многие мои европейские друзья, все-таки как это выглядит реально. Подавляющее большинство турниров проводятся на спонсорские деньги, как правило, это деньги из России. В итоге, сейчас это даже приводит к тому, что объективно благодаря этому в турнире играет Алексеенко формально. Из этого у всех возникает вопрос, я думаю, ни у кого нет претензий настолько сильных к самой идее Велдкарда и самой идее того, что спонсор может своего какого-то игрока, который особенно добился, если не выхода напрямую, только к этому был близок, что он может его номинировать в этот турнир. Но все-таки насколько реально, если вот по проценте оценивать, насколько было реально, что это будет не российский спонсор, и что, например, такой шанс будет у шейлограва? Во-первых, я считаю абсолютно правильно, что мы, если не убрали Велдкарду, резко ужесточили условия получения этого дополнительного места, и его могли получить буквально считанное число шахматистов, только те, кто добился определенных успехов в течение нескольких месяцев либо на Кубке мира, либо в Гран-при, либо в Гранд-Свис, либо по рейтингу. Это уже резко сужает произвол спонсора в том числе, хотя мое предпочтение, конечно, в перспективе, чтобы Вайлдкарду в принципе не существовал, и чтобы все определялось исключительно правилами и спортивными результатами. Второе. На проведение турнира претендентов был конкурс, и любой организатор имел право подать заявку. Мы, к сожалению, получили только одну заявку именно от российского спонсора. Хотя в конце 2018 года, когда проходил еще предыдущий матч на первенство мира, другие страны думали на эту тему, но, например, Франция, если уж говорить о Максиме, говорила, да, мы готовы провести турнир претендентов, но только если вы нам гарантируете, что будет играть Максим. Я сказал, я не могу этого гарантировать, потому что не считаю возможным, независимо от результатов, наличие этого дополнительного права, то есть наличие вайлдкарт, он должен будет что-то или выиграть, или оказаться близко к выигравшему месту. И Франция не подала заявку. Да, более того, они хотели все это получить без конкурса. Я считаю, что это непрозрачно и неправильно. То есть организаторы могут быть разные, может быть соревнования между организаторами, хотя в последнее время у нас мало случаев, когда есть реальная конкуренция между организаторами отдельных турниров. И вайлдкарт, если и должен оставаться, то по очень жестким правилам. Очень надеюсь, что будет больше турниров не в России. в России много турниров, уверен, что они будут. В этом нет больших сомнений. И более того, Россия всегда есть как резервная площадка. Если уж никого не нашли, всегда можно найти российский вариант. Это всегда такой план Б. Но я не хочу принимать произвольные решения, как-то, к сожалению, было раньше, при всем уважении к предыдущему руководству ФИДа. Иногда решения принимались просто на основе каких-то сиюминутных абсолютно договоренностей с отдельными странами, компаниями, причем странами, как правило, в одном более-менее регионе. Это тоже ничего хорошего в конечном счете для устойчивости, для популяризации не дает. Но все-таки, как вы считаете, есть ли, может быть, какие-то ошибки или недосчеты в маркетинговой концепции ФИДа, которые приводят к тому, что реально мы получаем одну заявку с Екатеринбургом? Конечно, есть. И, конечно, мы только начали путь от нулевого маркетинга к существующему. И у нас только появились люди, которые этим профессионально начали заниматься, которые могут говорить на одном языке с компаниями, с потенциальными партнерами, но это происходит всего последние только 3-4 месяца. Причем в самый плохой период для таких переговоров, когда практически всем компаниям просто не до того. И мы еще должны будем пройти этот путь. Я уверен, мы его пройдем, никаких сомнений в этом нет. Но да, пока у нас маркетинга не было нормального. Мы начали с того еще в 2018 году, что у нас не было цифр, которые мы могли бы показать партнерам. Сколько играет в шахматы, сколько играет там, сколько смотрит в интернете, почему смотрит, какая структура этой аудитории. Не было презентации, грубо говоря, нечего было презентовать. И вот эта работа велась, и сейчас она завершена. То есть сейчас нам есть чем пойти к... Мы делаем уже презентации, которые, я бы сказал, процентов на 50 отвечают ожиданиям партнеров. Еще не на 100. На 50. Но это уже лучше, чем ноль. Первые 50 процентов, правда, получается так, если по математике делали несколько лет, тогда все-таки дружно. Нет, делали полтора года. Полтора года. Полтора года, да. Меньше, чем несколько лет. Все равно много, но у нас ресурсы не безграничные. Я могу оправдаться только этим. Ну, то есть... Да, это... Ну, и то есть... И как бы вы оценили все-таки вот приблизительно вот в ближайшие два года появится ли у Фида действительно сильный западный какой-то спонсор? Там не условно Кока-Кола, которая дает на командный чемпионат Польши несколько бутылок, а все-таки... Ну, во-первых, Кока-Кола дает нам не несколько бутылок, а несколько десятков тысяч евро в год. Это чуть-чуть разные... Больше, да. Цифры, да. А Тоталь дал около 200 тысяч евро на проведение женского гран-при. Это тоже не ноль. Это больше на 200 тысяч, да. Но я думаю, что реалистично, если я говорил уже о том, что надеюсь на то, что через два года доля зарубежных спонсоров будет около половины, около половины это примерно 3 миллиона евро. 3 миллиона евро, думаю, что реалистично будут состоять из пакетов 4-5 спонсоров. Плюс спонсоры матча на первенство мира, от которых Фиде получает значительную прибыль. То есть есть разные пакеты, есть разные виды партнерства. Самый большой это именно матч на первенство мира. И самый большой спонсор будет именно у матча. остальные будут иметь меньшие пакеты, меньшие портфели, по несколько сотен тысяч евро. Это вполне реалистично. То есть еще раз, цифра выглядит так, что общий оборот это 6 в год, и соответственно тогда 3 это половина, которую мы рассчитываем. Рассчитываем получить от зарубежных спонсоров. Через 2 года. Да, я понял. Это очень амбициозный план, он очень тяжелый для реализации, но это цель, которую мы перед собой поставили. То есть 2 года, кажется, реальные цифры действительно. То есть следующий может быть матч на первенство мира через 1 по крайней мере уже шансы хорошие. Если говорить о матче на первенство мира, мы пока ориентируемся на партнерство с Дубай, со всемирной выставкой Экспо в Объединенных Арабских Эмиратах. Она перенесена с 2020 года на 2021 год. Это партнер, который привлекает значительное число спонсоров уже своим именем, поскольку в выставке участвуют ведущие мировые компании. И эта взаимосвязь как раз позволяет надеяться на более масштабные договоренности именно в такой период времени. То есть мы базу для этих цифр, которые я назвал, создадим к матче на первенство мира. В общем, работа ведется, мы можем быть спокойными. Не, спокойными нельзя, как только становишься спокойным, сразу перестает все получаться. Надо все время быть неспокойным, чтобы двигаться вперед. Хорошо, тогда вот следующая тема, относительно которой я действительно неспокойен, все-таки работа ФИДа со СМИ, какие-то вещи, сайт, шахматные журналисты, как вы вообще по пятибалльной шкале оценили работу ФИДа за время своего управления в этой области? Я думаю, что мы где-то с двойки в начале перешли где-то на уровень между 3 с плюсом и 4 с минусом, пока находимся где-то в этом интервале. Прогресс есть, но еще тройка, птица тройка, но еще не дорабатываем. Хотя команда у нас стала намного более профессиональной, и Давид Леяда и ряд других коллег уже делают это более системно, наработали базу контактов. За счет проведения онлайн соревнований сейчас мы получили доступ в не шахматные издания, и статьи о шахматах более регулярно стали появляться Guardian, New York Times, даже в журнале Economist и во многих других СМИ. То есть, процесс пошел. То есть, точно мы сдвинулись с интервала между двумя и тремя в интервал между тремя и четырьмя. Но мы в начале пути, это очевидно. А все-таки собственные источники, вот сайт ФИДа как бы оценили? Сайт ФИДа тоже стал лучше, чем был раньше, по крайней мере, выглядеть стал лучше. Его функциональность пока далека от идеала, и нам нужно его серьезно совершенствовать, особенно календарь и многие другие страницы. Эта задача на ближайшие полгода, она поставлена. Сошел-медиа у нас заработали намного лучше. Их почти не было раньше, если говорить прямым языком. Теперь и Инстаграм, и Твиттер, и Фейсбук, официальные фиды возросли в популярности в разы, и мы уже среди международных спортивных федераций не на последних местах. Мы уже где-то приблизились к первой двадцатке. Это уже неплохо для нетелевизионного вида спорта. Но, конечно, ставим более высокие цели. У нас хорошая команда, которая ведет социал-медиа, прежде всего Анна Бортасова и тот же Давид Леда, они начинают это делать более профессионально, чем было раньше. И, конечно, Илья Городецкий, построивший работу вокруг фестиваля Checkmate Coronavirus. Идея, кстати, принадлежала моему конкуренту на выборах, Георгию Самокрополосу. Это абсолютно не секрет. Но мы эту идею подхватили. Его сын активно участвовал в реализации и смогли из этого сделать достаточно значительное пиар-событие для любителей шахмат в мире. Не для профессионалов, а именно для любителей шахмат. А вот касательно социал-медиа, я не могу говорить за всех любителей шахмат, но, по крайней мере, среди профессионалов, я абсолютно уверен, что то, что я скажу, я думаю, большинство поддержит. Довольно удивительно для нас всех, что так сложилось, что на самом деле главным новостным каналом фида сейчас для особенно шахматистов топ-200 стал фейсбук Эмилия Сутовского. Ну, это на самом деле не шутка. То есть, было ли вообще, делегировали ли вы ему какие-то такие полномочия? То есть, там часто фигурирует такое, что вот мы... Здесь ситуация такая. Наверное, влияет мой бэкграунд, моя практика работы в правительстве, когда социал-медиа не могли использоваться в тот период для каких-то дискуссий на политические темы. В социал-медиа можно какие-то профессиональные новости публиковать, либо официальные уже решения, которые выверены, которые просто являются официальной информацией. А людям интересно подискутировать. А я к этому не привык. То есть, есть такая проблема, может быть, которую можно преодолеть, но для этого нужно выработать определенные внутренние процедуры. То есть, Эмиль это продолжает делать как получастное лицо. То есть, он не является официальным рупором фиды. И то, что он публикует, далеко не всегда является позицией фида, хотя все-таки большинство, в большинстве случаев это соответствует официальным взглядам. Но, тем не менее, есть дискуссионные темы, которые пока еще не стали ни решением, ни чем-то еще. Я понимаю, что восприятие иногда именно такое. Но раз это официальное лицо фида, значит, наверное, это официальная позиция. Но формально это не так. Как сделать так, чтобы у нас появились социал-мидиа, в которых велась бы дискуссия, основанная на реальных событиях? Да. Вопрос. Либо мне нужно перестать заниматься оргвопросами, полностью погрузиться в социал-мидиа, но тогда у меня просто времени не будет хватать. Либо нужны люди, которые это будут делать не будучи связанными определенной системой взглядов. Имели свои взгляды, это нормально. Журналист, конечно, может иметь свои взгляды, но если это журналист, он должен быть беспристрастным. То есть, социал-мидиа должны вести журналисты. Да. Но просто на выходе, то есть, мы уже оба понимаем все-таки, что полностью погружаться, во-первых, наверное, не обязательно, то есть, мы понимаем, что это гипербола. То есть, даже вот таких интервью, я там очень рад, что мы с этим поговорим, мне кажется, вообще хорошее дело для шахмат. Но мы же оба понимаем, что у вас их не так много, так аккуратно скажем, что это происходит не столь часто. Ну, в последнее время чаще, чем было раньше, но в основном это событийное интервью, конечно. Да, это вот какой-то гран-при, вы приезжаете, мы всегда рады, что вы скажете приветственное слово и так далее, но тем не менее. И просто для нас тогда странно, то есть, на самом деле, надо понимать, что Эмиль Сутовский, он очевидно неординарный человек, он кому-то нравится, кому-то агрессивно не нравится, таких людей тоже много, но просто в любом случае для нас странно, что, ну, то есть, перетягивание одеяла может быть слишком сильно, но реально мы уже привыкли к тому, что для нас вот некие вот эти официальные заявления, первые анонсы, они появляются из Фейсбука Эмиля. То есть, может быть, хорошо, может быть, официальное объявление появится на сайте Фида, но накануне вечером Эмиля условно пишет завтра, я объявлю что-то очень интересное с Тейтюнт, и после этого, после того, как появляется на сайте Фида, он пишет через 3 минуты, вот мы объявили что и там далее по тексту, в итоге на сам сайт Фида, но я честно рассказываю, я сам даже, я на него вообще не захожу с целью какие-то новости. Почитаю, я вот вчера готовилась к этому интервью, я вот зашел, я искал состав комиссии, нашел и пытался, вчера как раз Эмиль написал пост, если вам интересно тоже вот это что, официальное фейсофида или частное, вот Эмиль написал, что значит Баку дал больше всего выдающихся шахматистов миру за последние 50 лет из всех городов. Это вообще не заявление и не... Более того, он еще добавил... Это просто какая-то статистика, которую он... Он написал, да, он в общем так что добавил, за слова отвечу, на всякий случай. Я в общем действительно попытался, мне стало интересно, я попытался зайти на новые сайт Фида, и я что-то у меня, ну правда может быть я тупой, мне действительно тяжело с техникой, но короче я не смог найти вот эти старые рейтинг-листы там каких-то нулевых годов. Я понимал, как это раньше сделать, сейчас у меня что-то не получилось. Я справедливый старый... Мы специально не стали ликвидировать старый сайт Фида, он на самом деле существует, и на него можно тоже зайти и там все найти, что было раньше. Понимаю, что есть некоторые проблемы с поисковой системой на новом сайте Фида. Но вот это я, кстати, тоже так, ну не в порядке претензий, но в порядке рекомендаций. Я вчера очень удивился, чтобы попасть на старые сайт Фида, надо нажать архив. Ну, я понимаю, что есть некая логическая связь, но так аккуратно скажем, это не одно и то же, да, это там не то, что all version. То есть я как раз чисто логически я уже начал кликать все. Понятно. Кстати, это принести ради новый сайт Фида все еще имеет под заголовки бета-вержен. То есть он даже не является пока окончательной версией даже чисто зрителя. Мы делаем эту оговорку, что это все равно пока еще бета-версия, которая находится в стадии тестирования. Хотя уже долго. Но это же все-таки очень важно. То есть это же наше лицо там, ну не только, ладно, мы-то шахматисты, мы-то как-нибудь найдем то, что нам надо. Но все-таки это же... Я полностью согласен, что у нас эта работа не выстроена правильно. Как ее выстроить правильно? Нужно ли мне в это вовлечься больше и больше самому общаться с многочисленной шахматной аудитории? Сразу скажу, в ущерб другим вещам не бывает чудес. Это все равно сутка 24 часа. Не знаю. Это сложный вопрос. Будем искать баланс. Но запрещать каким-то людям, неважно, это Эмиль или Виарел, который является или являлся, я уже немножко запутался с событиями, депутата молдавского парламента и новости публиковал в Фейсбуке, касающиеся в основном молдавской политики. Запрещать это нашим директорам тоже довольно странно. Просто должна быть политика ведения своих социальных аккаунтов, которая существует во всех официальных организациях, абсолютно во всех. Эта политика должна быть основана на понятных принципах и понятной общественности. Люди должны знать, что является официальным, что неофициальным, где официальные новости и решения, а где мнение одного человека. Но так и на данный момент все-таки как мы должны это воспринимать? То есть как это трактовать? Если Эмиль условно пишет мы решили, мы точно проведем, это официальная информация или это что? Это официальная информация публикуется только на сайте и в социальных сетях ФИДы. Но в социальных сетях публикуется еще и многое другое. Просто интересные какие-то факты, фотографии. Или мы освещаем деятельность Национальных шахматных федераций по всему миру. Стараемся публиковать красивые фотографии людей, играющих по всему миру. Поздравляем людей с Днями рождения. Публикуем исторические факты. Все это стараемся делать. И плюсов у вас, кстати, сайт на... Не сайт, а аккаунт на Ютубе у вас отлично. И там очень много хороших видео с чемпиотами про педаглицу. Вот это как раз здорово. Это мы начали делать системно примерно полгода назад, как раз где-то осенью прошлого года. Все вот эти записи служников уже есть. Да, канал становится намного лучше. Очень приятно, да. А сейчас все онлайн турниры тоже выложены. И Нейшнскап, и Мемориал Стенница, и женский чемпионат по быстрым шахматам, и, конечно, онлайн-олимпиада. Можно зайти в любое видео и посмотреть. Да, да, там абсолютно удобно. Нет, это действительно очень хорошо сделано. Работаем. Прогресс есть. В общем, сайт, да, в первую очередь. Официальная информация только сайт. Первый приоритет. Ну, и первый приоритет по улучшению тоже все-таки пока сайт, да, то есть объективно есть простор. Да, и мы определились с тем, как организационно мы будем это делать. Могу сразу сказать, ответственный за эту работу Илья Городецкий. Что внушает оптимизм. Всегда. Мне лично. И если есть какие-то конкретные предложения, пожелания и так далее, то их, прежде всего, ему и надо направлять. Что, с этим более-менее понятно? Во время перерыва мы обсуждали довольно долго эмоциональную систему розыгрыша звания чемпиона мира, систему цикла. Я понял, что у вас есть много интересных мыслей на эту тему. Да, мыслей много. Во-первых, мыслей много было весь этот период, даже до того, как я стал работать в ФИДЕ. Первое, с чего мы начали, это сближение мужского и женского цикла. Все-таки женский цикл был совсем в разобранном состоянии. Мы постарались привести его хоть в какой-то порядок. И хорошо, что появилась система гран-при, появился отдельно кубок мира, отдельно чемпионат мира. Но это не означает, что это совершенная система. А если говорить уже об открытом чемпионате, который в основном мужской все-таки, но открытый формально, здесь появились новые форматы. Прежде всего, нокаут-система в гран-при и турнир в гран-свист, то есть массовый турнир с отбором в претендентский турнир, но сохранилось вайлдкарт, то есть сохранилось право организатора дать возможность сыграть дополнительному игроку, но при этом с жесткими ограничениями на то, из кого можно выбирать. Это те, кто оказался следующим за теми, кто вышли в претендентский турнир, либо в гран-при, либо в Кубке мира, либо в гран-свист, либо по рейтингу. Несовершенство этой системы понятно многим, но многие критикуют, ну, разные люди критикуют разные аспекты, скажем так. Кто-то критикует рейтинговый отбор, потому что он дает преимущество игрокам, набравшим какой-то рейтинг пару лет назад. Ну, это упирается в несовершенство самой системы рейтингов, что можно играть одну партию в год. Да, это упирает, ну, одну нельзя, у нас есть критерий количества партий, но можно стараться, тем не менее, сохранить рейтинг всеми возможными способами. У нас человека могут играть между собой, я вот давно придумал, что они могут между собой играть. Да, всеми возможными способами. Это, кстати, игра между собой, особенно в женских турнирах, сказывается, потому что в женских турнирах меньше намного, и так как ведущие шахматисты как раз в гран-при играют в основном между собой, то вот это вот и приводит к определенным искажениям при отборе в претендентский турнир. В пределе это, конечно, когда просто два человека играют между между собой. Да, да, да. Это в пределе. Им надо дистанцию набрать, они играют там 20 нищих, и... Абсолютно. Другие критикуют тот факт, что в некоторых турнирах по сути победитель определяется в быстрых шахматах, хотя отбор идет в классический чемпионат мира, система тайбрейка, Блиц, Армагеддон зачастую решает, кто является победителем, и классика не определяет лучших шахматистов. Ну, тут справедливость ради, если мы отказались от там 6-6 или 12-12 в пользу чемпиона, у нас же и звание чемпиона мира может решиться в Армагеддоне. Конечно. Если мы принимаем это, то, мне кажется, это и для отбора как раз нормально. На каждой аргумент против есть, конечно, аргумент за. На каждой абсолютно. То же самое касается Grand Swiss. С одной стороны, замечательный турнир, массовый, дает возможность кому-то выскочить в турнир претендентов, не будучи в когорте вот этих вот там 16 шахматистов, то есть дается шанс практически всем. Бой, с другой стороны, это всего один турнир. Получается, ты можешь играть долго во многих турнирах и оказаться следующим, а здесь за один турнир можно попасть сразу в турнир претендентов, находясь по рейтингу с 40-м, 50-м. То есть, опять, есть плюс, массовость, есть минус, один турнир и фактор случайности. Многоканальность тоже. Есть Кубок Мира, Гран-при, Grand Swiss, рейтинг, плюс проигравший матч на первенство мира. с одной стороны, хорошо, что пять разных путей, с другой стороны, это делает почти невозможным объяснение любому человеку вне шахматного мира. Да, я пытался много раз, очень тяжело, действительно, да, это правда. Очень тяжело это все объяснять, то есть, плюс, да, можно разными путями войти, минус тоже очевиден. Поэтому много мыслей, да, и последнее, очень тяжело находить партнеров на все эти соревнования. На самом деле, вроде хорошо, что мы все разбили по кусочкам, но с другой стороны, каждый раз, каждый турнир находится под риском, чтобы не найдется спонсор, не найдется организатор, не найдется партнер. Поэтому возникают мысли, как упростить систему, при этом не теряя ее преимуществ, сохраняя разные возможности, причем с учетом того, что разные шахматисты просто с разной силой играют в турнирах разного вида. Кто-то лучше играет швейцарки, кто-то лучше играет нокауты, а кто-то лучше играет круговые в блицах. Как это все совместить? Одна из мыслей это объединение разных вот этих вот систем отборов в одну, где будут смешиваться системы. Это не значит, что она не будет подвержена критике, потому что все равно она будет сочетать в себе более быстрые форматы. Критики подвергнут любое ваше решение в этом плане. Но тем не менее, простота иногда, скажем так, умеренная простота иногда перевешивает все остальное. О чем, например, в последнее время мы начали с коллегами думать, но мы далеки еще от окончательного решения. Это турнир, который совмещает в себе швейцарки и нокауты, где сначала в быстрые шахматы по швейцарской системе играет большое число игроков и определяет несколько победителей, которые присоединяются к заранее сеянным игрокам, вышедшим в Кубок мира по существующей системе, то есть через континентальные отборы и играют нокаут по быстрой классике, то есть две партии в день. Таких турниров может быть несколько, чтобы все участники Кубка мира смогли в них сыграть в разных городах в разное время в зависимости от удобства и обстоятельств и победители этих турниров могли бы дальше идти в кандидатский турнир. Плюс понятен, четкая система, дающая шансы многим, но критика будет прежде всего с стороны тех, кто ориентируется на жесткую классику. Да, что три игры смешиваются в одну. В любом случае рассматриваете ли вы принятие этого решения с рынками быстро? Есть ли вероятность, что следующий цикл так пройдет? Вопрос в том, сможем ли мы убедить широкую общественность в том, что это справедливая система. Аргумент, связанный с классикой, частично компенсируется, частично имеет ответ в том, что мы сохраним определенное количество мест в кандидатском турнире для тех, кто показал наилучшие результаты. Как их считать отдельный вопрос на основе классических шахмат? Это не должен быть просто средний рейтинг, там есть свои недостатки. Чисто математические, да. Чисто математические недостатки, но надо найти формулу, при которой, тем не менее, игроки с высоким классическим рейтингом попадали бы в кандидатский турнир. Но классическим рейтингом именно по итогам двух лет, а не по итогам предыдущей жизни. То есть, они должны этот классический рейтинг подтвердить игрой, именно в этот период, причем в разных турнирах. И это будет учитывать, кстати, игру в самых интересных круговых турнирах, будь то Шамкир, Ставангерш, Вайканзея, Гренки или еще другие турниры, которые сохранятся. Мы все понимаем, что в них играют лучшие игроки, и они как раз зарабатывают там свой рейтинг, и лучшие по итогам этих турниров должны иметь шанс сыграть в кандидатском турнире. Для меня, по крайней мере, это не для всех так, но для меня это так, потому что это турниры важные, и будет странно, если лучший игрок по итогам этих турниров, лучший после Магнус Карлсона пока, видимо, не будет вдруг играть в кандидатском турнире. Это просто нонсенс с точки зрения шахматной логики. А он может просто не выиграть ни один из этих четырех отборов, о которых мы говорим. Это правда, да. Ну, и все-таки, возвращаясь к ближайшему циклу, то сейчас, дай бог, мы доиграем претендентский, состоится матч. Все-таки вот дальше, то есть, есть ли план Б, если мы не убеждаем общественность, то есть, есть ли какой-то план на Кубок мира, есть ли план на Олимпиаду после Москвы, то есть, есть ли какое-то понимание, или мы оцениваем... У нас есть риски с проведением турнира в Минске, у нас есть официальное письмо от Белорусской шахматной федерации, подтвержденное коллегами из правительства Республики Беларусь, что они не готовы в данный момент подтвердить проведение Олимпиады и Кубков мира в Минске в 2021-2022 годах. Поэтому мы, скорее всего, в ближайшее время, в сентябре, я думаю, объявим новую процедуру выбора организаторов этих соревнований. Но параллельно, понимая риски, что мы никого не найдем, мы будем думать прежде всего на Кубке мира. Я думаю, на Олимпиаду мы все-таки найдем организатора. И у нас есть потенциальный интерес со стороны тех, кто, например, не получил Олимпиаду 2022 года как раз в Батуми, когда был выбран Минск. Тунис, Южная Корея, Китай задумывался в какой-то момент об Олимпиаде. Есть интерес в Атинской Америке. Там просто нестабильная ситуация. И тем более сейчас... В плане рынка вообще было бы интересно, конечно, туда. Да. На политическом уровне серьезный интерес высказывается. Но нынешние ситуации с экономикой этих стран, прежде всего, в Бразилии и Аргентины, а также пандемия, которая сейчас там находится на пике, не позволяет всерьез обсуждать это прямо сейчас с этими коллегами. В Тунисе поспокойней. И это в целом неплохой вариант. Но посмотрим, насколько твердыми будут гарантии от наших коллег из Туниса. Кубки мира другая тема. Они всегда были для организаторов не очень популярны. Они популярны для шахматистов, для многих очень, и для любителей шахмат. Но для организаторов это всегда главная боль. Поэтому мы думаем таким реформированием, в котором бы все равно принимали участие все квалифицировавшиеся на Кубок мира, но при этом как можно облегчить жизнь организаторам, чтобы эти турниры были короче и более яркими для всех. Я правильно понимаю, что это решение, то есть решите вы проводить эту реформу или нет, оно будет принято сравнительно скоро. То есть есть только одна еще ассамблея. То есть это в принципе на ближайшие ассамблеи и обсудить это в ближайшие два месяца. Да, ну я вот это имею в виду. Либо идти по этому пути, либо не идти. Но с учетом того, какие у нас проблемы с Кубком мира, есть далеко не нулевая вероятность, что реформа будет состояться. Но повторяю, для меня очень важно, чтобы она была поддержана в подавляющем большинстве. именно подавляющим. Именно подавляющим. формата времени. Я думаю, честно говоря, будет очень много... Ну, мне трудно, я не социолог, но это вот как раз у Эмилия сейчас проходят такие опросы. Но так интуитивно очень много будет полярных мнений. А дальше надо будет обсуждать разные аргументы. Не продавливая свою точку зрения, а именно обсуждая плюсы и минусы разных систем. И это обсуждение может привести к формированию более-менее единой позиции. Не нужна же реформа ради реформы. Если 90% считает, что нужно сохранить гранд-свист, например, но таких турниров должно быть два, а не один, например, может быть надо идти по этому пути. Если всем нравится гранд-при, хотя мне кажется 20 человек, 16 человек, не важно, там маловато для репрезентативности, сохраним гранд-при. То есть нет, еще раз, нет цели обязательно что-то реформировать. Надо, чтобы люди считали систему справедливой и прозрачной. Вот и все. Но тем не менее то, что вы говорите в целом говорит о том, что мы приближаемся к некому выходу из такой вот много такой, ну, не вековой, да, но вообще из зоны комфорта. Это, ну, не есть плохо, наверное, но реально... Вот что для меня пока является табу, наверное, это сама система матча на первенстве мира. То есть я имею в виду, Чемпион мира должен быть. Чемпион мира должен определяться в матче и должен, соответственно, быть правящим чемпионом на протяжении определенного периода времени. Думаю, что два года вполне нормальный срок. это не значит, что это обязательно правильная позиция, но вот я точно не являюсь президентом ФИДа, который сейчас хочет это изменить. ломать эту традицию существующую давно, я имею в виду давно, в классических шахматах. В ФИДе были разные традиции, были накалы чемпионата мира, но все-таки люди воспринимали чемпионом мира того, кто выиграл матч на первенстве мира. И эта традиция сложилась очень и очень давно, существует уже даже больше, чем в ФИДе. То есть именно в ваших приоритетах, что чемпион мира точно должен быть, определяться он должен в матче, дальше турнир претендентов, как вы воспринимаете? Турнир претендентов, тем мнением большинства, с кем я общаюсь, является очень интересным соревнованием. Большинство считает, что его надо сохранить. Поэтому у меня нет оснований считать, что это нужно менять. С другой стороны, есть аргумент, что иногда кандидат определяется не в его собственных партиях, а в партиях в нижней половине таблицы, особенно у второй половины турнира, во втором круге. Это искажает конечный результат. Понятно, что много людей играет. Но идеальной системы все равно нет. Поэтому были разные эксперименты, были матчевые встречи между кандидатами, то есть постепенное движение к матчу на первенство мира, даже в 80-е годы это еще было, и Каспаров проходил через это. Тоже нормальная система. Потом решили, что все-таки лучше, чтобы все собирались вместе и играли на единый турнир. И то, и другое нормально. И та, и другая система вполне хороша. Какая лучше, не знает. Всегда лучше определяется в конечном счете популярностью соревнований среди зрителей, профессиональных шахматистов, профессионального сообщества и спонсоров. Нельзя взять только одну сторону, только профи или только зрители или только спонсоры. Нужно балансировать эти три интереса, и этим мы занимаемся. Нет, но тут в данном случае я не думаю, что у большого количества профессионалов есть какая-то четкая позиция. Нам скорее просто интересно понимать ваши приоритеты. То есть, ну, вот это, мне кажется, довольно четко. Если нет то, необходимости что-то менять, лучше не менять. Нет, это я понял. Но если все воспринимают что-то явно ошибочным, надо это менять. Надо менять. Ну, что, в принципе, в первую очередь, то есть, по крайней мере, сейчас внутренние дискуссии, они в первую очередь идут на тему тех этапов цикла, которые до претендентского. То есть, вот именно претендентский матч на первенстве мира и чемпион мира это остается, а вот отбор претендентский сейчас обсуждается довольно много вещей. Абсолютно. Хотя мне в целом нравится, что мы играем все три системы. И нокаут, и круговики, и швейцарки. То, что цикл состоит из всех этих форматах, мне скорее нравится. Потому что это разные типы, которые... А шахматы складываются из всех этих типов турниров. И нормально, что в конечном счете чемпион определяется на основе всех этих типов турниров. А феминистический такой вопрос. То есть, должны ли мы унифицировать систему розыгрыша? Лучше, да. Для партнеров лучше, когда система... Вот здесь как раз я скорее на спонсорских уже смотрю в сторону. Для всех лучше, чтобы все было одинаковым. Или почти одинаковым хотя бы. Чтобы не надо было объяснять, что у нас вот здесь почему-то так, а здесь так. Почему ни для кого вообще непонятно. Ну, в целом, чем проще, тем лучше. Да, мы к этому уже переходим. Женщины хотят, чтобы у них просто было больше турниров. Это нормально. И чтобы, да, система розыгрыша была тоже прозрачна и понятна. А, кстати, вопрос, который меня всегда интересовал, я думаю, что на данный момент он так, это скорее отдаленная опасность, но тем не менее, то есть у нас ФИДа сравнительно консервативная организация, у нас возможно только два пола на сайте ФИДа. Я еще вот это недавно подумал, но это, слава богу, пока это действительно проблема выглядит отдаленной, но в теории в Европе же сейчас там действительно... На сайте вообще эту информацию не обязательно публиковать, если кто-то не хочет. Если любой из потребует убрать эту информацию, мы ее, безусловно, уберем, как и дату рождения, но для организаторов турнира, исходя из правил, есть только два варианта, open и женский. Есть турниры детские, юношеские и для всех. Ну, в смысле, что юноши, девушки. Да, поэтому организаторы должны иметь эту информацию. Да, я понимаю, я просто имею в виду, что люди, ну, в теории все-таки, да, то есть есть вот эти люди, которые ставят там, условно, третий пол с детства, то есть у них, условно, нету какого-то своего детского чемпионата мира, вот это я имею в виду. Нет, они могут играть в open. Ну, да, в этом, в принципе, есть смысл слова open, да? Да, абсолютно. Да. Вот, ну, у нас были ситуации со сменой пола, последней, по-моему, греческой шахтанной федерации, ну, да, такие вещи происходят. Да. Мы живем в одном мире. Да, еще один вопрос, который мне казался важным, наверное, вот последний и действительно важный для меня вещей. Я еще хотел спросить про некие все-таки, вот солны ираны, израильские отношения. То есть это, ну, я понимаю, что это извечная тема, это действительно больная мозоль. Для меня, кстати, было абсолютным шоком, я, честно говоря, не знал, что существует принудительная жеребьевка. Я долгое время этого не знал, для меня это стало шоком. То есть даже при дележе первого места... Значит, никакой официальной принудительной жеребьевки не существовало? Никогда? Или, ну, то есть, по крайней мере, за время вашего точно существовало? В личных соревнованиях точно не существовало. В командах? Но неофициально это правило негласное. Арбитрами применялось. Так. И на неофициальных турнирах, то есть не на турнирах ФИДе, я знаю, что такая практика сохраняется. На турнирах ФИДе такая практика применяться не может. У нас было четкое решение Совета ФИДе, что жеребьевка проводится по единым правилам в личных соревнованиях. Сейчас скажу про командные. И никаких отступлений от этого не должно быть. Хотя я знаю, что некоторые арбитры ФИДе на неофициальных турнирах тем не менее применяли такую практику. Формально это отступление от решения, принятого в Совете ФИДе. Но поскольку на генассамблее таких жестких писанных правил пока принято не было, то здесь это скорее политический вопрос, чем юридический вопрос. У меня четкая позиция, конечно, что все должны играть со всеми, никаких исключений быть не должно. Но это не значит, что это простой вопрос. Конечно, есть реальная политическая проблема связанная с отношениями двух стран. На самом деле, большего числа стран, просто это самое острое. Да, конечно, таких конфликтов больше. Но просто этот конфликт он в шахматах действительно имеет смысл. Да. Есть еще один прецедент дзюдо, где тоже такие случаи были. И были дисквалификации иранских спортсменов, дзюдоистов после неявок на поединке с израильскими дзюдоистами. Командные соревнования. Здесь ситуация немножко другая. В принципе, все должно быть так же, абсолютно свободная жеребьевка. Но мы знаем, что в случае наличия острых конфликтов во многих партийных федераций применялось и применяется принудительное жеребье в футболе. Например, и ФИФА, и УФА стараются в групповых, по крайней мере, турнирах четко разводить многие страны. Например, Косово с некоторыми другими странами. Россия, Украину. Россию, Грузию вполне известные примеры. Иран и Израиль разводить особо не нужно, потому что Израиль никуда не попадает там, либо Иран где-то не попадает в соответствующие соревнования. Хотя у Израиля такая проблема была исторически в футболе. Я читал историю футбольных чемпионатов мира. При квалификации в, по-моему, чемпионат мира 1982 года Израилю предложили сначала играть в групповом турнире в Латинской Америке. Но латиноамериканцы сказали, нет, мы не хотим летать в Израиль, нам вообще как-то это не очень все нужно. И в последний момент Израиль включили в одну из европейских групп. И таким образом проблема была решена. В следующем отборе к чемпионату мира 1986 года насколько я помню Израиль играл в группе Океании вместе с Австралией. Тоже не вышел в финальную часть. Но тем не менее это историческая проблема в других видах спорта тоже. Израиль сейчас находится в европейской системе шахматной, член Европейского шахматного союза, соответственно, не встречается в комитетальных турнирах, по крайней мере, с странами, с которыми непростые отношения. Но решить эту проблему так вот щелчком невозможно. Олимпиада, чемпионат мира, все-таки действительно две сильные команды. Сейчас как выглядит решение именно по букве закона? Допустим, если первое и второе место на Олимпиаде делят две команды Ирана и Израиля, они играют на данный момент или нет? Матч будет объявлен или нет? Думаю, сейчас мы не будем такой матч делать. Думаю. Еще раз. Мы на Совете Фиде это обсуждали и приняли решение объявить политический призыв ко всем. Все играют со всеми и арбитры должны следовать правилам свободной жеребьевки на личных турнирах. Про команды турнира мы пока ничего не говорили. И перед Олимпиадой мы должны будем что-то сказать. Мы должны будем прозрачно заявить, что мы работаем либо так, либо так. То есть, такое решение будет принято и опубликовано и жестким. В чем риск такого решения? В том, что это создаст прецеденты других всяких конфликтных пар. Что кто-то скажет, а мы тоже не хотим, а у нас тоже проблемы, а мы их не любим вообще. Есть такой риск. Это надо понимать, что это еще безумие, потому что это еще односторонний конфликт. То есть, условно, да, то есть, тогда там условно Израиль может вместо Ирана получить какую-нибудь сборную России. То есть, есть еще такая проблема. С другой стороны, если так оставить, они просто могут получить 4 очка, и тогда недовольна сборная Россия. Да, я вот просто тоже об этом думал, не видно, да, какого-то уравнивающего. Нормального решения нет. То есть, реально, мы бы предпочли просто, чтобы этих матчей было возможностями меньше, судя по всему. Да, для всеобщего спокойствия, да, но это невозможно, все равно такие риски есть. Да. Будем постепенно двигаться к мирной ситуации. Мы видим, что в других видах спорта и в других сферах, скажем так, например, та же Саудовская Аравия постепенно ослабляет какие-то вот свои ограничения и какие-то предрассудки уходят. Начались в том числе пока еще гуманитарные, тем не менее, обмены между Саудовской Аравией и Израилем. Хорошая тема, постепенно начинается умиротворение в хорошем смысле этого слова. Да, когда страны мирятся, вообще замечательно. Я, наверное, тезисно, в принципе, может, я что-то забыл, но вот тезисно, мне кажется, что я хотел спросить, я спросил. Есть несколько тем, которые, мне кажется, важными. Мы поговорили о разных дилеммах, которыми сталкиваемся, говорили об онлайне, и многие спрашивают, вообще онлайн будет вот таким всеобщим трендом, будет ли он заменять шахматы за доской или не будет. У меня позиция здесь простая, онлайн очень хорошее дополнение к шахматам за доской, но в традиционных шахматах за доской гораздо больше эмоций, жизни и интереса. И ни в коем случае не надо подменять одно другим. Онлайн будет с нами жить, мы можем постепенно идти к хорошим онлайн рейтингам, к хорошим онлайн титулам, признаваемым и понимаемым всеми, к онлайн чемпионатом мира и олимпиадам, сейчас мы проводим такую первую тестовую олимпиаду, но это не заменяет классику. Тем не менее, выработка правил, постепенная наработка практики, какие-то гайдлайнс, рекомендации для организаторов в онлайне, работа с платформами, развитие этих платформ, все это, конечно, тренд, который будет продолжаться, и это гораздо большая доступность шахмата, конечно же. Если проведение турнира доской, особенно международных, больших затрат, то в онлайне это можно делать гораздо меньшими затратами. Плюс это не только игра, это и обучение, это подготовка профессионалов, это возможность общения, это очень здорово. Нет, ну, большие разные страны, да, но подменять одно другим не надо, это мое убеждение. Вторая тема форматов контроля времени. Классика, рапид, блиц, буллет, опять же, у меня нет никакого желания искусственно заменять классику другими контролями. Все равно классика дает возможность гораздо глубже понять происходящее на доске. Да, безусловно. И является настоящими шахматами. Да, лучшие партии создаются, конечно, по качеству ходов, конечно, в классику, да. Когда мы говорим о шахматах, как о сочетании науки, искусства, спорта, возможно, можно еще каких-то ставлечек. Искусство это классика. И наука это классика, да. Но спорт, если говорить о чистом спорте, это скорее более быстрый формат. Именно спорт без науки или без фундаментальной науки и без классического искусства, спорт это, конечно, рапид, блиц и, возможно, даже буллет. И с точки зрения массовости, с точки зрения игры сотен миллионов людей, думаю, что эти форматы все равно будут более популярными, чем классика. Не нужно от этого защищаться. Просто нужно организовывать и то, и другое, и третье, это нормально. И иногда смешивать эти форматы. Ничего в этом страшного нет. Важно, чтобы чемпион мира и топ игроки были признаваемыми, известными, чтобы о них все знали. Все знают, да, вот это чемпион мира, вот это первая десятка, вот это примерно плюс-минус первые сотни, у нас лучший чемпион в стране вот этот человек, потому что он лучше всех играет в шахматы. Отдельная система рейтингов, отдельная все. А слово bullet, оно, кстати, не звучало, кстати, в первой плане нашей беседы. действительно, есть такой план сделать отдельную дисциплину, да? Вживую тоже? В онлайне, да, вживую не уверен. Вживую как-то совсем, да, да. А в онлайне, да, почему нет? Она может быть, но в онлайне все, что касается официальных турниров, связано только с проблемой читинга, и только с ее более-менее приемлемым решением можно тогда будет говорить о каких-то официальных, по-настоящему официальных вещах. Потому что никаким спонсорам не хочется многочисленных скандалов. С одной стороны, иногда скандалы подогревают интерес, но когда ты не можешь точно сказать, чемпион это или не чемпион, вот это уже перебор для любого партнера. Еще одно соотношение топ шахмата, шахматы высшего уровня, высших достижений и массовые. В других видах спорта это решается многоступенчатой системой турниров. В шахматах, в принципе, тоже. Но важно, чтобы все эти турниры проводились, чтобы не шли все средства только на топ-турниры. То, за что сейчас, кстати, критикуют, в том числе и Магнуса, который проводит только топовые турниры. Но при этом мы стараемся компенсировать это более массовыми соревнованиями на других платформах пока в онлайн-жизни. Очень важно, чтобы мы все вместе находили возможности для продолжения организации опенов и других форматов, которые позволяют всем профессионалам или полупрофессионалам играть в шахматы. Это, конечно, большая проблема. Об этом сейчас говорят многие. Что даже хороших опенов я на самом деле знаю по себе. У меня только предыдущий год был. Я там играл в гран-при, а этого на самом деле по пальцам одной руке. Думаю, постепенно будут развиваться клубные лиги в разных странах или даже регионах. Я не уверен, что будут только страновые лиги, китайская, немецкая. Может возникнуть какая-то лига в Юго-Восточной Азии. Почему нет? Может возникнуть какая-то лига в Южной Европе. Почему нет? Или в Скандинавии, допустим. То есть, я думаю, что есть какое-то будущее за лигами. Соответственно, многие профессионалы смогут находить возможность играть именно в клубных лигах. Эта система вполне может развиваться. Не знаю, что это единственный путь, но это один из вариантов в развитии. Лиги так все-таки по моему опыту, честно говоря, трудно. То есть, конечно, дай бог, естественно, мы будем счастливы, но в принципе реально развитых лиг сейчас там 3-4. Причем это так, ты летишь условно на два дня. В футболе тоже реально развитых лиг 5-6. Это правда. Поэтому надо ко всему относиться спокойно и смотреть, что происходит в целом в мире, в спорте. Не бывает... Это правда. Позиция, что там что-то должны, она неправильная. Не бывает 100 хороших лиг. 100 хороших лиг, да, это правда. Но просто проблема в том, что условно ту же самую китайскую лигу, я просто как профессионал понимаю, ту же самую китайскую лигу реально играют те же люди, которые играют в гран-при. В этом проблема. Ну, условно, играет нижняя плена гран-при. То есть, реально люди вот в каком-то диапазоне условно 2-500, 2-650, они там в эту китайскую лигу все равно ему что-то... Поэтому должно быть чуть больше лиг. Не 3-4, как сейчас, а их должно быть 10-15. Тогда это будет возможностью для игры гораздо большего числа людей. Это нормально. Люди будут из лиги в лигу переходить. То есть, важно, чтобы тогда они не смешивали, чтобы это были разные клубы с разными шахматистами, как в футболе. Борис не может играть сразу за два клуба. Да, это мне всегда для шахмата сказалось разумным. То есть, тогда как раз у этих людей появилось бы больше мест. Абсолютно. Чтобы один и тот же человек не играл за команду. Чтобы это сделать, тогда нужно отрегулировать это на международном уровне. Это должны отрегулировать либо континенты, либо ФИД. Мы к этому еще не подошли. ФИД формально не может вмешиваться в дела национальных шахматистов и федераций, а этим занимаются они сами. Но если мы договоримся все вместе на международном уровне, не навяжем, а именно договоримся, тогда это будет возможно. Еще одна тема, конечно же, мужские и женские шахматы. Мы немножко об этом говорили. Но, конечно, наш магистральный путь больше возможностей для женщин. Безусловно. Больше, чем сейчас. Не больше, чем для мужчин. Больше, чем сейчас. Да-да. Именно больше, чем сейчас. На всякий случай. Нет, не в ущерб, а именно больше, чем сейчас. И популяризация среди женщин, среди молодежи. Это важно. Просто для разнообразия, для того, чтобы все видели, что возможность играть есть. Есть возможность выигрывать. Есть возможность быть популярной. Именно играем в шахматы. И тяжелейшая, конечно, тема, о которой тоже мы немножко только говорили, образовательные шахматы. У нас очень важно, чтобы шахматы на этом уровне не воспринимались как спорт. Это просто для детей хороший способ улучшать свои способности. Вот и все. Пока эта психология не возникла. И поэтому все говорят, шахматы, зачем нам, чтобы еще играли вдруг в школе, в шахматы еще и обязательно. Полная ерунда. Вот мы пока пытаемся ломать эту психологию, именно аргументируя, что нет. Если говорить о спорте, это не наша тема в этом смысле. Это тема уже дальше профессионалов. Мы говорим о шахматах как об инструменте улучшения качества образования. То есть, если вы играете в первом классе, в втором классе, в третьем классе, даже не играете, а познаете шахматы, это просто помогает вам дальше лучше учиться и вообще лучше жить. Каково общая физическая подготовка помогает, да? Абсолютно, да. И постепенно мы можем людей убедить, что это так. Страна за страной, на самом деле. А какова ситуация сейчас, по крайней мере, в России? Вообще сейчас шахматы обязательны? В России шахматы не являются обязательным уроком. Регионы имеют право в рамках своей компетенции, своих полномочий использовать свои вот эти часы региональные для любого предмета. И некоторые выбирают шахматы. Ростовская область, например, в начальной школе выбрала шахматы. В Кантамансийском округе практически везде есть шахматы. В некоторых других регионах. В остальных это факультатив, причем по решению директора школы даже, а не по решению городов. Есть дискуссии относительно массового внедрения во все школы, но нет готовности учителей, нет готовности регионов. То есть требуется огромная предварительная подготовка для того, чтобы учителя были адекватными. Иначе, если учителя не будут адекватными, это будет и профанацией, и, наоборот, отвернет родителей и детей от этого занятия. Лучше не рисковать таким образом. Потому что в этом плане, конечно, для шахмат как спорта это было бы блестяще. Я об этом много раз думал. То есть, я, честно говоря, не уверен, что шахматы настолько полезны, насколько мы рассказываем. Но вот очевидно, что для шахмата... Во-первых, доказано, что полезны. Если не заниматься этим 14 часов в день, то полезны. Если быть умеренным во всем, то действительно полезны. И есть исследования, которые это просто доказывают. Самый яркий пример, который я привожу, хотя он не единственный, таких было много, когда двум когортам дали разные дополнительные часы занятий. В одном классе сделали дополнительный урок математики, дополнительный урок в неделю математики, а в другой урок шахмат. Вместо этого дополнительного урока математики. В конце периода класс, который имел дополнительную игру в шахматы, в математике был лучше, чем в класс, в котором был один дополнительный урок математики. Именно в математике было лучше. Есть понятие выборки, что все равно... Конечно, это не строгое научное доказательство. Но это достаточно яркий пример, который говорит о том, что это точно не бесполезно и, возможно, чуть-чуть раскрывает голову. Не дает человеку зацикливаться на строгих формулах, а просто раскрывает. Просто дает возможность думать... Интуитивно это вполне возможно. Почему бы не дает? Память чуть больше стратегического мышления, логики. Для меня еще важно, что это способность, вернее, не способность, а возможность научиться проигрывать достойно, да и выигрывать достойно, не унижая соперника. Ты каждый день можешь и проигрывать, и выигрывать, поэтому должен научиться делать это достойно. Вот это у меня всегда, правда, тоже. Вот переживут ли дети вот эти ежедневные победы и поражения, да? То есть... Плохо все время проигрывать, вот это может привести к проблемам. Да и выигрывать все время плохо, мне кажется. И выигрывать все время плохо. Все-таки индивидуальная игра еще, Не командная. Поэтому я и говорю о первом, втором, третьем классе, где еще это такая легкая игра. Не слишком соревновательная, да? Я поэтому очень всегда сомневаюсь в необходимости проведения официальных чемпионатов мира среди детей. Среди школьников еще. Особенно до 8, до 10 лет. Вот это для меня некоторый перебор, потому что в этом возрасте как раз можно подорвать психику. Лучше, чтобы турниры были фестивального характера. Ну, знаете, правда, подорвать можно где угодно. Я в своем опыту просто видел. Наверное. Я вижу просто эти риски. Во-первых, родители становятся иногда сумасшедшими на тему своих детей. И излишне напрягают и самих детей, и создают конфликтные ситуации между собой. Это не только в шахматах, так и в других видах спорта. Надо к этому аккуратно просто относиться. Я не говорю, что надо отменять эти чемпионаты мира, но надо к этому чуть спокойнее. Ну, индивидуальные виды спорта вообще потенциально опаснее, конечно. Хотя в футболе и в хоккее такое бывает. Я знаю очень хорошо, что как родители воюют за то, чтобы своих детей поставили в первый состав, в первую пятерку в хоккее, платят за это деньги. И, к сожалению, это резко искажает всю систему отбора талантливых спортсменов. В шахматах иногда тоже так происходит, когда на чемпионат мира едут, поскольку они открытые, за деньги фактически едут дети, которые, в общем, этого не особо достойны. Я не считаю, что это очень хорошо, честно говоря. Ну, это в любом случае, сейчас, конечно, учитывая количество проблем с циклом и со всем, это все-таки, видимо, скорее на периферии внимания. Да, проблемы скорее второго, они есть точно, но скорее проблемы второго уровня. И тоже, может быть, второго уровня, тем не менее, для будущего первого уровня подготовка шахматных профессионалов, в смысле организаторов, тренеров, арбитров. Эти люди обязательно нужны, это энтузиасты. У них должны быть хорошие навыки, хорошее умение, они не должны делать слишком много ошибок. Арбитров на данный момент, кстати, очень не хватает действительно хороших. Да, и этим мы очень серьезно занимаемся. Онлайн, кстати, помогает сейчас ускорить этот процесс, это здорово, потому что очень многие вещи можно в онлайне сделать с точки зрения подготовки. А потом надо проверять уже и умения на практике, тем не менее. А все-таки конкретно, как это, какие-то семинары для судьи, да? Ну да, я вот получаю эту рассылку, что постоянно действительно семинары. Ну так, это здорово. Главное разделить, отделить четко подготовку от проверки уже практических навыков. То есть диплом не должен даваться по итогам просто прохождения семинара. Лучше, чтобы он давался, когда человек уже показал, что он умеет делать. Это правда. Диплом высокого уровня, я имею в виду. Какие-то начальные навыки, конечно, можно и... Справедливости ради, конечно, то есть, по крайней мере, много лет была проблема вот какого-то такого, ну, не местничества, но... То есть, очень много судей, которые, мне кажется, работают плохо, вот я всю жизнь их знаю, это вот каждый турнир... Как сожалению, есть, да. Человек работает плохо. Да, и поэтому мы, конечно, постепенно начинаем проверку квалификации, тестирование, переквалификации, делаем это аккуратно, чтобы не было каких-то слишком серьезных скандалов. Тем не менее, не делаем. Это точно нужно делать. Для будущего это важно. И, кстати, это один из возможных карьерных путей для самих шахматистов. Постепенно переходить в разряд организаторов, тренеров, арбитров. Да, конечно. Ну, довольно редко. Тоже абсолютно нормально. Ну, довольно редко, да, люди подают в эти категории, не пытаясь играть, да. Да, но тем не менее, люди должны видеть, какой дальше карьерный путь. Все-таки одной игрой в шахматы, к сожалению, заработать для большинства невозможно. Всем не удастся, да, к сожалению. Надо сочетать другие... Другие... Да. Сложная, может быть, немножко система ценностей, но для меня всегда очень важно, когда люди любят шахматы. Я в этой связи хотел бы вспомнить историю, когда был гран-при в Гамбелге в ноябре. Меня действительно отложилось в памяти. Это было очень приятно. Я был искренне очень удивлен, что, значит, компания World Chess проводила гран-при. Они, как обычно, сделали красочное, очень яркое такое открытие, на котором было очень много красивых людей, которые, к правилу, не знают, как ходит конь. И мы с моим другом и тренером Сашей Рязанцевым мы пришли на это открытие. Там была, значит, какая-то доска. Мы начали, да, играть какие-то дружеские партии. Ни одному человеку это не было интересно. И только, вот я помню, вы пришли только, да, вот Аркадий Владимирович Дворкович с интересом сел рядом, начал предлагать какие-то свои идеи. Это было действительно интересно и очень приятно. Мне кажется, человек 300 вот в среднем эти открытия. Это вот тоже, конечно, в некотором роде иллюстрирует, да, вот там проблема того, что сейчас происходит. Да, это хорошая иллюстрация, хотя это не значит, что не должно на открытиях быть людей, которые ничего не знают о шахматах. Да, это правда, но тех людей должно быть больше трех. Вот это обидно. Да, знающих должно быть больше. И, с одной стороны, Гамбург вроде относительно шахматный город, но все-таки не настолько шахматный, чтобы... Чтобы собрать больше трех человек из России. Да, 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 да. Около одной шахматной доски. Да, тем не менее, чем больше шахматных столиц будет, тем лучше. И чем больше вот таких вот любящих шахматных людей будет, тем лучше. Мы, кстати, очень надеемся, что мы так думали о теме шахматной столицы мира. Там Томасий все-таки не единственный такой город. Вот, и есть интерес в Китае, а это сразу огромная аудитория, есть интерес в других странах, и, может быть, это будет дополнительным подспорьем, чтобы вот люди, приходящие на шахмат, понимали, как ходит конь. Да? Хорошо, действительно. Аркадий Владимирович, спасибо большое за беседу. Спасибо. Очень интересно было. Уберу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok